Мы всегда стараемся выбирать место для наших мероприятий так, чтобы оно обыгрывало тему и контекст события. Сегодня мы собрались в Арсенале, в Государственном центре современного искусства, без какого-либо согласования. Таким образом, наша лекция проходит в формате «Окупай». Мы сделали это, чтобы подчеркнуть, что сегодня очень сложно согласовывать проведение каких-либо мероприятий, связанных с политикой. Арсенал, да, это центр современного искусства. Он научил многих людей обращать внимание вообще на то, что есть современное искусство, что искусство – это вообще широкий спектр разных жизненных практик. Но также это и государственная институция, которая находится в Кремле. Поэтому мы считаем, что там очень мало социальной и политической критики. Но раз так, то мы сами ее туда приносим. Сегодня мы поговорим о современных социальных протестах. Наш лектор – доктор исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории Иран, анархист, член КРАСМАТ – Вадим Дамье. – Социальные протесты, ну, скажем так, на современном этапе. Хотя, конечно, сразу же из самого только названия, как вы понимаете, немедленно вытечет, немедленно возникнет несколько следующих вопросов. Что такое, почему, что такое социальный протест, чем именно особенно социального протеста, по сравнению с какими-то другими формами протеста. И что такое вообще современный этап. И почему социальные протесты на современном этапе заставляют нас выделить их в какую-то отдельную особую категорию, отличать их от социальных протестных движений, скажем, в другие времена, в том же самом XX веке. Но для начала я на эти два вопроса попытаюсь ответить, потому что, боюсь, что без этого дальнейшее станет не то, чтобы непонятно, но, скажем так, будет лишено некоего исторического и общественного контекста. Итак, что такое, почему сегодня будет идти речь именно о социальных протестных движениях? Почему подчеркнуто слово «социальный»? Потому что, к сожалению, как показывает опыт, в наше, собственно, с вами время, когда мы живём, и это не только для нашей страны характерно, это характерно, собственно говоря, и для других стран, в том числе и для околонаучной публики, это не строгое следование понятия, не строгое определение понятия. Не секрет, например, что словом «революция» принято сейчас в широкой публике называть всё, что угодно. Всё у нас с вами революция. У нас с вами революция – это арабская весна, у нас с вами революция, там, где-нибудь, цветные революции. Это всё у нас с вами революция. Между тем, на самом деле, существуют строгие критерии, в соответствии с которым, если не происходит какой-то кардинальной смены не только, так сказать, людей, стоящих у власти, но всей модели функционирования системы, прежде всего её социальных и экономических моментов, то говорить о революции, в общем, как-то, наверное, не вполне правильно. Можно, например, да, можно, конечно, употреблять эфемизмы, вроде «революция сверху». Можно, например, говорить о том, что происходит какой-то переворот, тем не менее, с участием масс, с массовым участием, с массовой поддержкой этого переворота на улицах. Да, это всё возможно так, и, возможно, именно так и нужно говорить. Но, тем не менее, это ещё само по себе не даёт права называть такие события, такие изменения, в ходе которых не происходят кардинальные смены структур и революции. Точно так же происходит обстоит дело и с протестами. Всё, так сказать, идёт, всё валится в одну кучу, в том числе протесты социальные и протесты политические. Между тем, в общем-то, если мы будем пытаться как-то проанализировать, структурировать с точки зрения социологии, социальной истории или политологии, эти понятия, то мы с вами поймём, что речь идёт, в общем-то, в явлениях несколько разного порядка, хотя, повторяю, возможно, подчас пересекающихся. Ну вот вам пример. Если, допустим, происходит массовое протестное выступление за то, чтобы сменить одно правительство и заменить его другим, по каким бы то ни было причинам, предположим, это правительство коррумпировано, или, предположим, это правительство подозревается в том, что оно провело нечестные выборы и так далее, и так далее. То, естественно, этот протест, да, но при этом в ходе протеста не выдвигаются никаких ни альтернативных социальных предложений, ни альтернативных социальных моделей, ни требования даже, может быть, изменения социальной политики, не говоря уже о требовании изменения экономической политики, ни даже, в конце концов, просто каких-то социально-экономических требований к власти. Ну, например, допустим, принятие программы борьбы с безработицей, требование повышения заработной платы. Или, скажем, вот как сейчас, вот последнее во Франции в этом году, мы могли наблюдать мощнейшее движение против реформы трудового законодательства. Немножко сегодня об этом тоже попытаюсь рассказать. Все эти вещи, если вот всего этого нет, а идёт речь только о смене лиц, стоящих у власти, по принципу «уходите эти, поставим других», может быть, мы никаких обязательств на них не возложим, но, может быть, они будут вести себя более честно и, может быть, не будут так сильно, так сказать, давить простой народ, то в этом случае мы с вами можем говорить о протесте, носящем чисто политический характер, но не социально. В то же время, если мы возьмём такие выступления протеста, как вот уже упомянутые мной, скажем, движения против реформы трудового законодательства, или, скажем, массовые движения, выступления против пенсионной реформы, или, скажем, экологические протестные выступления, или, скажем, как вот сейчас происходит, допустим, в Москве, движение в защиту общественных пространств, на движение в защиту парков, то вот это уже у нас с вами будут движения социального протеста. Вы скажете, хорошо, но ведь бывает так, что социальные и политические лозунги могут сочетаться в рамках одного и того же протестного движения. Да, конечно, и такое тоже бывает. И тогда мы с вами будем иметь движение смешанное, которое сочетает в себе черты и социальные, и политические. При том, что самое интересное, эти моменты, вот эти как бы социальные составляющие, социальные компоненты и политические компоненты, они, их место может меняться на протяжении развития самого движения. Скажем, возьмем ту же самую пресловутую арабскую весну, а конкретно, так сказать, первое протестное движение, с которого оно началось, а именно выступление в Тунисе в конце 2010 года против правительства президента Зина Алибедина Бен Али. Это движение началось как движение именно социального протеста, потому что началось оно с того, что молодой парень, оставшийся без работы, в условиях, когда безработица была колоссальной, собственно, она там такая до сих пор и есть, она с тех пор только выросла, что, кстати, лишний раз заставляет нас задуматься о том, целесообразны именно чисто политические протесты, да, без выдвижения каких-то социальных требований, по крайней мере, без выбивания из новой власти социальных гарантий. Так вот, там все началось с того, что вот такой вот оставшийся без работы молодой выпускник вуза вынужден уйти в розничную торговлю уличную, потому что никакой другой работы он найти для себя не мог. Он столкнулся с актом совершенно неприкрытого полицейского произвола. Полицейские тунисские, видимо, вымогая у него взятку, по всей видимости, избили его, отняли у него товар, после чего он лишился последних средств существования и в отчаянии сжег себя. И вот этот вот акт, его собственный акт личного индивидуального протеста, вот, кстати, тоже, видите, да, обратите внимание, протесты могут быть коллективные, а могут быть сугубо индивидуальные. Вот как раз то, что сделал этот молодой парень, было индивидуальным протестом. И, но, тем не менее, вот этот его индивидуальный протест, он стал тем катализатором, который заставил накапливавшиеся в обществе, прежде всего, именно социальные проблемы, связанные с безработицей, с отсутствием перспектив для молодежи и так далее, взорваться. После чего народ просто вышел на улицы и стал требовать сначала, чтобы принять, чтобы приняли какие-то меры против конкретно этих полицейских, потом против, так сказать, северопрессивной системы, а под конец, так сказать, стал требовать и каких-то социальных преобразований, в том числе для борьбы, к принятию каких-то программ для борьбы с безработицей. Но поскольку президент, вместо того, чтобы, так сказать, прислушаться к требованию улицы, бросил, так сказать, полицию, вооруженную полицию, которая открыла огонь и которая, таким образом, так сказать, начала это движение просто-напросто, так сказать, топить в крови, это вызвало переориентацию первоначальных требований социальных на чисто политические. То есть стали требовать, чтобы президент и вся его комарилья, которые, конечно, в принципе, довели страну до этого, но прежде всего проявили вот такие вот репрессии, чтобы они ушли. И что получилось? Президент, так сказать, в итоге удалось этого убрать, он бежал в Саудовскую Аравию. Но в чём, так сказать, трагедия этих событий, в чём трагедия чисто политических революций на современном этапе? К сожалению, получилось так, что в ходе этих выступлений против президента Бен-Али люди увлеклись и забыли в порыве гнева о том, что их первоначально вывело на улице. Поэтому, когда президент бежал, власть перешла, так сказать, к военным, передавшим власть временному правительству, население, которое протестовало, успокоилось и вернулось по домам. Как бы добившись, добившись чего? И вот сейчас, да, прошло уже несколько лет со времён этой так называемой, так сказать, революции, так называемой Жасминовой революции. И что мы видим? Мы видели буквально в начале этого года в Тунисе новые массовые выступления безработных, которые кричали, что все преобразования прошли мимо них, что всё, за что они выходили на улицы тогда, в далёком 2010 году, оказалось напрасным, что плоды революции, они по-прежнему называют это революцией, украдены, что безработица растёт дальше, что возможностей для жизни нет. Единственное, так сказать, что остаётся, это бежать через Средиземное море в Европу. Движение было подавлено с помощью введения чрезвычайного положения уже новым правительством революционным. Вот, так сказать, так меняются социальные и политические темы, проблемы, контексты в ходе развития самих социальных движений. Но сегодня мы с вами попробуем поговорить именно прежде всего о движениях социального протеста, по возможности избегая чисто политических. Не потому, что, скажем, о них не надо говорить или что это неинтересно с точки зрения, скажем, той же самой политологии. Нет, это, конечно, интересно. Но это немножко другая тема, потому что, повторяю, это движение, носящее немножко иной характер. И, в общем, как мне кажется, сопровождаясь процессами исключительно смены шива на мыло, извините за простонародное выражение, не приводящие обычно к решению тех глубинных проблем, которые чаще всего людей выводят на улицу. Ну, потому что, оговорюсь, да, если вы имеете дело, даже если вы берете многие современные чисто политические протесты, то хотя в них, например, не выдвигаются и не звучат политические, социальные требования или социальные лозунги, или лозунги смены социально-экономических структур или социально-экономической системы, уж не говоря, да, тем не менее следует признать, что без наличия глубинного социального недовольства люди все равно, даже на такие чисто политические протесты, все равно, как вы понимаете, не вышли. Потому что если все нормально, то вряд ли вы мобилизуете, вряд ли вы поднимете людей на то, чтобы они требовали смены людей, стоящих у власти. Ну, попробуйте провести подобный эксперимент в Швейцарии. Я, например, посмотрю, что у вас получится. Проблема, к сожалению, заключается в таких случаях именно в том, что люди, выходя на улицы руководствовались, может быть, изначально неким глубинным, может быть, малоосознанным социальным недовольством, собственно, уже выйдя на улицы, испытывают дальше то, что с ними произошло в Тунисе. То есть очень быстро забывают о том, каковы были те первоначальные импульсы, которые заставили их выйти на улицы. Ну, а результат Тунис, результат Египет, да, где мы, так сказать, могли наблюдать после свержения Мубарака, где тоже не было социально-экономических требований, хотели, так сказать, убрать Мубарака, который засиделся, Мубарака убрали. В результате к власти сначала пришли братья-мусульмане, при которых стало еще хуже, чем при Мубараке, да, а потом этих братьев, потом этих братьев-мусульман при всеобщем восторге убрали военные, при этом тоже постреляв большое количество народа. Вот, в результате, так сказать, экономические и социальные проблемы Египта за все эти годы, естественно, как вы понимаете, не решались. Все это продолжало накапливаться. Вот, и люди, так сказать, сейчас многие разводят руками и говорят, ну, повторяют ту самую знаменитую злополучную фразу, известную в нашей стране еще со времен после, так сказать, революции 17-го года. За что боролись? Вот, многие сейчас в Египте тоже говорят, за что боролись? Непонятно. Поэтому, повторяю, будем говорить о протестах социальных. Теперь, значит, следующий момент, что такое на современном этапе, да, почему, чем отличаются современные социальные протесты, скажем, от всех остальных. Тут нам придется с вами совершить небольшой исторический, ну, скажем, не столько исторический, сколько историко-теоретический экскурс в 20-е столетие, для того, чтобы понять, собственно, чем отличаются, скажем, протесты первой половины 20-го века, социальные протесты. Например, от протестов 68-го года, знаменитого студенческого бунта, который, на самом деле, был отнюдь не только студенческим бунтом. Далее, от новых социальных движений, от движения альтерглобалистов и, скажем, от движений против мирового экономического кризиса, развернувшегося после 2008-го года. Так сказать, все это различные качественные вещи, различные качественные этапы, между которыми даже не всегда существует прямая преемственность. В частности, если мы будем говорить о движениях первой половины 20-го века, то здесь между ними и между движениями, скажем, второй половины 20-го века, здесь цезура, это Вторая мировая война, мы почти не найдем преемственности. Почему? Собственно, это тоже легко понять. Дело в том, что социальный протест как явление, он не существует в безвоздушном пространстве. Он вытекает прямо из непосредственно, из проблем, из противоречий, из конфликтов, которые существуют в том или ином данном обществе на данном конкретном историческом этапе. Если угодно, социальный протест – это слепок с того общества, в котором он возникает. Поэтому, если мы будем с вами смотреть на социальные протесты первой половины 20-го века, то, естественно, мы сразу быстро увидим, что носителями, или, как принято сейчас выражаться в социологии, акторами этих протестных движений, будут выступать так называемые традиционные социальные слои. Это, прежде всего, конечно, будут рабочие, то есть наемные работники, в основном, прежде всего, на необязательно промышленных предприятий. Основной формой их организации, этих протестных выступлений, это будут, конечно, профсоюзы. Это основная форма борьбы, это будет профсоюзная форма борьбы, то есть забастовки, акции на производстве, которые организовывали профсоюзы. Ну и в случае, когда это эскалировало, это могло превращаться во всеобщие забастовки, и далее, так сказать, социальные революции. Далее это могут быть, конечно, крестьянские движения, потому что крестьянство, по крайней мере, в Западной Европе и в Соединенных Штатах в этот период еще составляло достаточно значительную часть населения. Сейчас мы можем говорить, в общем-то, о крестьянских протестных движениях, прежде всего, на периферии современной существующей мир-системы. Для так называемых развитых стран, для центра мирового мир-системы, они, в общем-то, будут уже не очень характерны, потому что крестьян-то там осталось не так много, хотя что-то еще продолжается, например, они продолжают выступать против невыгодных, скажем, торговых соглашений, участвуют, например, в тех же самых французские крестьяне, так называемое движение международное «Виакомпессина», крестьянский путь, принимает участие, скажем, в выступлениях против экономической глобализации и так далее, и так далее. Но все-таки, так сказать, это не самое главное, да, это не самые крупные, не самые мощные протестные движения в современном мире. Это далее, конечно, будет, так сказать, антивоенное, пацифистское движение, которое тогда, так сказать, было очень мощным, но которому, увы, так и не удалось предотвратить ни Первую, ни Вторую мировую войну. Это будет кооперативное движение, которое, так сказать, постепенно начавшись как чисто протестное движение, но, так сказать, с предложением своей альтернативы еще в XIX веке, постепенно на протяжении всей второй половины XIX века и первой половины XX шаг за шагом утрачивало вот такой свой альтернативный протестный потенциал, пока не вписалось полностью в существующее индустриально-капиталистическое общество. То есть вот это будут, так сказать, такие традиционные социальные протесты. И мы с вами сможем далее, если, так сказать, присмотримся к истории, как она шла, и к тем моделям общественным, социальным и политическим, которые возникли в результате Второй мировой войны, мы с вами сможем увидеть, как вот эти вот традиционные протестные движения постепенно, в общем, растворяются, уходят, как они сходят с политической и социальной сценой. При этом это, как вы понимаете, совершенно не случайно. Это связано с самой моделью социального государства, которое нашло механизмы, способы интегрировать эти традиционные социальные протестные движения в свои собственные структуры. Через смену проблем смысла труда, смысла жизни, самореализации, самоопределения, места человека в мире на чистые и голые проблемы распределения произведенного прибавочного продукта в рамках так называемого «золотого 30-летия», которое наступило после Второй мировой войны, связанной теснейшим образом с моделью социального государства, которое, так сказать, основывалось на непрерывном стабильном экономическом росте, в результате чего, так сказать, образующийся общий социальный пирог был настолько пышным, по крайней мере, так сказать, в странах Первого мира, а страны Третьего мира, страны периферии тянулись за этой моделью, они её, так сказать, перенимали, естественно, в карикатурном виде, естественно, так сказать, в урезанном виде, но, тем не менее, модель эта действовала и для них тоже как ориентир. И вот, так сказать, как на фоне вот этого большого пышного пирога, собственно, государство взяло на себя социальную функцию резать, разрезать этот пирог так, чтобы, в общем, более или менее хватало, по крайней мере, чтобы не было такого массового голода, такой массовой нищеты, которая наблюдалась даже в самых развитых странах Европы или Америки ещё в первой половине 20-го столетия. Как вы понимаете, этот компромисс, фактически это был компромисс, значит, на самом деле, очень хорошо, чтобы понять, что это был за компромисс, откуда он взялся и какую он социально интегрирующую роль играл, я сошлюсь совсем даже не на развитые страны, где это было ещё, так сказать, в чистом виде, ещё более развито, ещё более, так сказать, пышен был этот пирог. Я сошлюсь на страну, так называемую пороговую, то есть стоящую на пороге периферии развитого мира, на Аргентину. Был такой знаменитый аргентинский президент, диктатор, генерал-полковник, потом генерал Перрон. И вот когда он ещё в начале, в 1945 году, занимал пост министра труда в военной хунте, он один из первых военных руководителей начал устанавливать контакты с профсоюзами. Естественно, аргентинские предприниматели были этим очень сильно недовольны, потому что, когда шли переговоры между профсоюзами и предпринимателями, то Перрон выступал в поддержку требований профсоюзов о повышении заработной платы. В общем, вплоть до 30%. Предприниматели были взбешены, их представители покинули зал заседаний на переговорах, хлопнули дверью, заявив, что Перрон продался, так сказать, продался чёрному люду. Вообще, возмутительно. А Перрон сказал своему советнику, странные люди, они не понимают, что лучше сейчас отдать 30%, чем завтра им придётся отдать 100%. То есть вот этот механизм, он, собственно говоря, и лежит в основе всего этого. То есть государство взяло на себя функции перераспределения произведённого общественного продукта для того, чтобы, во-первых, смирить социальные противоречия, если не смирить, то, по крайней мере, как-то сгладить, притушить. А во-вторых, для того, чтобы запустить знаменитую кенсианскую систему экономики. То есть, если вы не помните, что это такое, я напомню, кто помнит, хорошо. Значит, это система развития экономики, опирающаяся на поощрение спроса платежеспособного. Ну, вы же понимаете, что, так сказать, при рынке значение имеет не просто абстрактный спрос, имеет значение платежеспособный спрос. А, следовательно, массовый потребитель должен иметь возможность эти производимые товары купить. Что нужно для того, чтобы он имел возможность это сделать? Нужно, чтобы он получал хорошую зарплату, чтобы он получал хорошие пенсии, чтобы он, если он оставался без работы, не был обречен на голодную смерть, на бесплодные поиски работы, а чтобы он имел достаточно высокие пособия, которые позволили бы ему, может быть, не роскошиствовать, но, в общем-то, вести вполне нормальный, достаточно стабильный образ жизни до тех пор, пока он не найдет свою новую работу и так далее. То есть, естественно, как вы понимаете, все это, предприниматели все это дарили чаще всего не по доброй воле. Это была осознанная политика правительств практически почти всех стран мира в большей или меньшей степени в период после Второй мировой войны. Причем самое интересное, что такую политику проводили практически все. И социал-демократы, где они находились у власти, и консерваторы, и либералы. То есть, это не имело большого значения. Это вот эта модель поощрения спроса, которая должна была затем раскрутить, стимулировать производителей, увеличивать производство. Эта модель работала практически в той или иной форме во всех странах мира. Между прочим, она работала и в Советском Союзе, в так называемых социалистических странах. Хотя несколько иным способом, потому что здесь работала скорее модель так называемого военного кенсианца. То есть, здесь в основном главным потребителем была не советская масса, не трудящаяся масса, а главным потребителем было само государство, через, в том числе, прежде всего, развитие тяжелой промышленности. Но это немножко отдельная тема. Давайте сегодня об этом и говорить не будем. По этому поводу, если интересно, я рекомендую как раз свою книжку «Стальной век», которую можно как раз скачать в виде PDF в интернете. Ну, в общем, так или иначе, повторяю, это была политика интеграции, которая удалась в значительной степени. И в результате на протяжении 50-х и 60-х годов мы можем видеть, как традиционные социальные протестные движения либо исчезают, либо интегрируются. Что конкретно произошло? Ну, пожалуйста, в профсоюзах, в традиционном рабочем движении, в профсоюзах возобладала модель так называемого социального партнерства между профсоюзами, государством и предпринимателями, которое, собственно говоря, и было посвящено, собственно, и крутилось вокруг разделения вот этого вот самого, так сказать, произведенного пышного пирога. Потому что зачем ставить вопрос о праве участия в управлении производством, как когда-то в первой половине XX века? Зачем ставить вопрос о том, что сами производители могут управлять производством? Зачем ставить вопрос о самоуправлении вообще? Зачем это всё, да? Зачем идти на это? Зачем рисковать? Зачем проливать за это кровь? Зачем за это бороться? Когда можно получить вполне нормальный кусок хлеба и жить спокойно, отработав к тому же время рабочее, которое постоянно сокращалось, освободив время для свободного времени, в том числе для потребления, для развлечения и так далее, и так далее, и так далее. Не буду пересказывать, так сказать, книги Маркуза, и там это всё достаточно хорошо изложено на самом деле, как раз в одномерном человеке в том числе, как раз написанном в 60-е годы, в разгар как раз вот этих процессов. Соответственно, профсоюзы переориентировались с борьбы за контроль на производство, что составляло, в общем, в значительной степени, ну, скажем так, составляло значительную часть, будем так лучше сказать, лучше так скажем, требований традиционного рабочего движения первой половины 20-х годов, переориентировались на борьбу за повышение зарплаты, улучшение условий труда, сокращение рабочего времени в рамках существующей системы, но прежде всего за повышение заработной платы. Ну, а основной формой борьбы, естественно, это привело к чему? К идеологической дерадикализации и к дерадикализации форм и методов борьбы. Ну, зачем, скажите, выходить на улицы, когда можно в ходе, так сказать, переговоров за закрытыми дверями социальными партнерами добиться, в общем-то, значительных уступок вполне достаточно. Поэтому профсоюзы из боевых организаций все больше и больше превращались в бюрократические, крупные гигантские бюрократические структуры с большим аппаратом освобожденных работников, технических экспертов, юристов, специалистов по переговорам, психологов, специалистов по трудовым отношениям и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, весь этот гигантский аппарат нужно было оплачивать. На то, чтобы его оплачивать, естественно, как вы понимаете, трудящиеся должны были платить взносы, а вот контролировать рядовые члены профсоюзов этот огромный аппарат могли уже с очень и очень большим трудом, и чем больше этот аппарат становился, тем труднее было его контролировать. Более того, поскольку за закрытыми дверями на переговорах с предпринимателями и государством нужно было принимать решения достаточно оперативно, достаточно ответственно и для большой территории, ну, скажем, в рамках так называемых тарифных переговоров в той же Германии, тарифные переговоры ведутся либо в масштабе страны в целом, либо в масштабе отрасли по стране в целом, либо в масштабе какой-то отдельной большой части страны, то есть земли. То есть, как вы понимаете, собирать каждый раз для того, чтобы обсуждать в таких масштабах всё это, собирать, скажем, общие собрания рядовых членов, на это просто не хватит времени. Исходя из этого, естественно, вот эта вот бюрократическая верхушка профсоюзов, освобождённые работники, лидеры, те, кто принимал решения, должны были вести себя более или менее свободно, а следовательно, независимо, а следовательно, роль низовых рядовых членов всё больше и больше сокращалась. И что самое интересное, они всё больше и больше начинали это ощущать. То же самое произошло и со многими другими социальными движениями, традиционного типа. Если мы возьмём, скажем, антивоенное движение, оно быстро раскололось, поскольку мир раскололся на два противоборствующих блока, значит, соответственно, естественно, советский блок пытался создать движение сторонников мира, которое бы его оправдывало, наоборот, обвиняло целиком западный блок. Соответственно, западный блок этому противостоял и пытался всё движение против войны как таковое, в вине в том, что оно является советской агентурой. Естественно, существовали небольшие относительно меньшинства пацифистского или радикального антивоенного типа, которые исходили из позиций равной удалённости от обоих противостоящих блоков, но, повторяю, не они определяли основную позицию основной массы участников антивоенных протестов и движений. Кооперативное движение окончательно интегрировалось в этот период в существующие социальные государственные рыночные структуры или подчинилось политическим партиям. Скажем, в Италии, например, кооперативное движение после Второй мировой войны разделилось, возникло несколько кооперативных движений, каждой из которых, федерации, каждая из которых арентировалась на отдельную политическую партию. Скажем, одна на коммунистов, другая на социалистов, другая на социал-демократов, третья на христианских демократов и так далее, и так далее. И, в общем, вот в этих вот условиях казалось, да, казалось, что протестам, в общем-то, приходит конец. 60-е годы были в этом плане спокойными, но если не считать, конечно, движение за расовое равноправие в Соединённых Штатах Америки, там ещё, так сказать, бурление происходило. Но это скорее, так сказать, было доделывание до решения старых проблем, оставшихся ещё в значительной части чуть ли не с 19 века, а не проявление каких-то, так сказать, новых процессов и явлений. И вот здесь, как гром среди ясного неба, конечно, как молния, ударил 68-й год, когда никто не ожидал. Почему вдруг вот эта молодёжь, сытая молодёжь, в сытых странах, хотя, на самом деле, конечно, это тоже миф, потому что 68-й год и протесты студенческие были далеко не только в Западной Европе и в Соединённых Штатах, и даже не только в Японии, они были и в Бразилии, они были и в Франкийской Испании, они были в Африке, они были в Мексике, где, так сказать, мексиканское правительство даже расстреляло, пропустило студентов демонстрировать на Центральную площадь, после чего окружило Центральную площадь со всех сторон и пулемётами накрыло всех, кто там собрался, там погибло по разным подсчётам от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Массовая бойня, причём, что самое интересное, буквально в преддверии Олимпийских игр 68-го года. Никто, правда, Олимпийские игры отменять по этому поводу почему-то не стал. Так вот, да, и что самое интересное, протесты вот эти конца 60-х годов, они ведь были и в странах так называемого социалистического, государственно-капиталистического лагеря. Они были в Польше, они были в Чехословакии, и очень интересные в этом плане протесты были в Югославии, где протестующая студенческая молодёжь решила перехватить официально провозглашаемые лозунги союзом коммунистов в Югославии, союзом коммунистов в Югославии в этом плане, так сказать, разговаривать умел. Куда там хрущёвская программа построения коммунизма, да, и замена государства всеобщим самоуправлением. Титовской Югославии говорилось, что замена, она вот уже вообще идёт, что государство вот уже сходу отмирает, уже теряные функции просто передаются общественным организациям, трудовым коллективом и вообще недалёк тот час, когда вся Югославия превратится в федерацию трудовых коллективов. И вот тут, представляете, выходят студенты и говорят, так, замечательно, так давайте, вы же это сами сказали, вот давайте осуществлять. Ах, вы не хотите, красные бюрократы? Ну так мы вас заставим. Они захватили Белградский университет в 68-м году, летом. Они провозгласили его красным университетом имени Карла Маркса. И правительство недоумевало, люди пожимали плечами, так сказать, люди наверху пожимали плечами. Ещё больше было их изумление, когда они вывесили огромный портрет Тита в партизанской форме. Хотя уже в это время было принято вывешивать портрет Тита президента, вождя, лидера партии в маршальской форме, так сказать, как самого высшего, так сказать, чиновника государства, лидера, так сказать, от санации. Они хотели напомнить вот о том, так сказать, как бы ухватив за язык, ну вы обещали, давайте, мы не требуем, собственно, ещё больше, кроме того, чтобы это осуществлялось. Поэтому какое-то время власти не понимали, что с ними сделать, что с ними вообще можно делать, а что-нибудь такого делать, да? Но вот тут произошло нечто. Как раз в это время в Белграде забастовали рабочих, требовавших повышения зарплат. И студенты из университета отправили к ним делегацию. Но делегация, правда, не доехала, но этого было уже достаточно для того, чтобы полиция штурмовала университет, и студентов оттуда изгнали. Основных лидеров арестовали. Движение было подавлено. Вот так происходили вещи в странах так называемого социалистического войны. То есть мы можем с вами сказать, что движение, вот это вот протестное движение, социальные протестные движения конца 60-х, названные, так сказать, студенческим бунтом, но на самом деле я сейчас объясню, почему Несов не являвшийся только лишь студенческим бунтом. Почему они не были характерны только для Запада, да? Это было всемирное движение. Если хотите, это была такая своеобразная всемирная революционная волна, в ходе которой выдвигались совершенно определенные требования и лозунги. не только требования, да? Потому что некоторые говорили, а мы ничего от системы не требуем, мы просто хотим ее сменить. На что и почему? И вот в ответе на вопрос на что и почему и лежит, собственно говоря, ответ и на другой вопрос о причинах этого самого движения конца 60-х. Что это было? Потому что если мы посмотрим, это были студенты университета, да, они выступили в качестве застрельщиков, да, они были те, кто первыми, так сказать, выступил, кто первыми, так сказать, поднял знамя бунта, но этим дело не ограничивалось, в той же самой Франции в поддержку их начались мощнейшие забастовки, всеобщая забастовка, самая мощная до сих пор всеобщая забастовка в истории Франции, да, когда бастовали на протяжении многих дней 10 миллионов человек. Такого никогда не было, ни до, ни после. Больше того, это были не просто пассивные забастовки, когда рабочие не выходили на работу, да, подобно тому, как студенты захватили Сорбону, объявили ее открытым университетом, который управлялся совместно студентами, преподавателями и трудящимися, да, точно так же рабочие и служащие заводов стали захватывать предприятия, преподаватели захватывали школы, медики захватывали больницы, где они работают, железнодорожники, так сказать, пытались создать комитеты на железных дорогах, то есть, короче говоря, это было движение, которое распространилось на все общество, и на образование, и на производство, и на социальные службы. И какое же, и что делали люди, когда они захватывали, когда они брали управление этими сферами в свои руки, когда они создавали эти свои комитеты. Самый главный, популярный лозунг, который тогда был выдвинут во Франции, который потом распространился по всем странам мира. Вот и жестьем, самоуправление. Люди требовали самоуправления. Они хотели сами управлять опять, как когда-то, как застоили 50 или 60 лет до этого. Сами управлять и производством, и своей жизнью. В документах того времени это выражается предельно четко и конкретно. Мы устали быть винтиками системы, мы не хотим больше, чтобы за нас определяли нашу жизнь, мы сами хотим ее строить, мы сами хотим ее определять, хватит затягивать нас в ваши каналы потребительства, хватит нами манипулировать, мы сами хозяева своей судьбы. Вот этот лозунг самоуправления, он, собственно говоря, заставляет о чем задуматься? О чем же тогда люди были недовольны? Почему они ощущали вот это отсутствие, почему они ощущали потребность в самоуправлении? Значит, что-то было не так вот в этой хваленой системе, которую в Германии называли социальштат, социальное государство, которое в авглосаксонских странах называлось welfare state, государство всеобщего благосостояния, которое экономисты называют кинсианской моделью, что было не так? Что-то, видимо, их не устраивало. Да. Не устраивало их самое главное. То, что эта система была основана на бюрократическом контроле. Вот эти вот соглашения, вот эта система соглашений, система партнерства, на которой базировалась, на которой покоилась система государства, социального государства, государства всеобщего благосостояния, по сути, была системой сговора элит. Элит имеется в виду, конечно, не только, так сказать, элит предпринимательских и государств, но это была система сговора элит предпринимательских, государственных, профсоюзных, общественных организаций и политических партий. То есть система сговора различных бюрократических элит, тех, кого один из авторов концепции «Новых левых», американец Чарльз Райт-Миллс, назвал властвующими элитами. Вот эти вот властвующие элиты, они и определяли, как будет жить общество. Они распределяли, они разрабатывали политику, экономическую, социальную, они контролировали повседневную жизнь. И против этого и восстали люди в конце 60-х годов под лозунгом «Самоуправление». И лозунг этот, повторяю, он нашёл отклик и в других местах, и в других социальных сферах. И в некоторых странах движения под этим лозунгом продолжались ещё очень долго. Если во Франции с помощью уступок, повышения заработной платы и отмены реформы образования, которая должна была ограничить простым людям доступ к университету, это уж больно массовое стало образование, тогда удалось с помощью выступлений остановить вот эту элитизацию, элитаризацию образования. Одну из первых многочисленных реформ по элитаризации образования, которые происходят в мире и по сей день, и которые отчасти происходят, как мы знаем, и в нашей стране тоже сейчас. Так вот, с помощью уступок этих, с помощью повышения заработной платы, с помощью создания на предприятиях комитетов, административных комитетов, в которых были введены представители профсоюзов или из выборной от трудового коллектива, правда, без права решающего голоса, но тем не менее, с помощью таких вот уступок удалось во Франции эту волну сбить. Но она еще долго шумела в других местах. В Японии, например, пик приходится на начало 69-го года, когда в Токио был фактически студентами захвачен весь университетский квартал, и этот университетский квартал был объявлен свободной зоной. На то, чтобы подавить это выступление, понадобился штурм студенческого квартала университета с использованием 8,5 тысяч полицейских и военных, вертолетов, связоточивого газа, водометов, в общем, все, что только можно, было использовано. С помощью борьба шла, что называется, за каждый дом, за каждое университетское здание в кампусе. Тем не менее, и там это удалось подавить. А в Италии это шумело еще долго. Пик студенческих выступлений в Италии, он приходится на 69-й, потом еще было несколько всплесков. Последний был в 77-м году, когда снова студенты начали захватывать университеты и пытаться, так сказать, влиять на программы образования, на управление университетами, на определение, так сказать, того, как будет устроена университетская жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Как видите, здесь мы видим, с одной стороны, резкие прерывания традиций старых, и в то же время мы видим зарождение традиций новых, потому что многие вещи, многие форумы, многие темы, которые возникли вот тогда, в конце 60-х годов, в движениях социального протеста, они существуют в движениях социального протеста и сейчас. Даже, повторяю, там, где нет прямой организационной связи между теми протестами 60-х, конца 60-х и нынешними протестами, скажем, против нового мирового экономического кризиса 2008 года. Тех организаций уже нет, тех политических сил уже нет. Я уже не говорю о тех общественных структурах и структурах самоуправления, тех комитетах самоуправления, которые тогда существовали. Конечно, всего этого давно уже нет, но тогда была заложена определенная традиция, и эта традиция жива, и более того, она повторяется каждый раз сейчас в каждой новой крупной волне социальных протестных выступлений. Что же это за тематика, что же это за форма, что это? Но прежде всего это вот тот самый лозунг самоуправления. Причем самоуправление не только как, так сказать, какого-то общественного идеала в масштабах всего общества, но это идея самоуправления в борьбе. Именно тогда родилась основная форма организации, низовой организации борьбы, которая существует до сих пор. Вы ее обнаружите и в альтеглобализме, вы ее обнаружите и в нынешних протестных выступлениях, вы ее можете встретить в движении «Окупай в Устри». Это все одно и то же. Это так называемая ассамблея, то есть общее собрание самих протестующих, самих участников протеста, которые суверенны, то есть которые в ходе самого собрания, не передоверяя это никому, ни вождям, ни лидерам, ни выборным, ни депутатам, ни политическим партиям, ни профсоюзным боссам, сами суверенно решают, как им строить свою борьбу. Они формулируют лозунги, они выдвигают требования, они обсуждают, как все организовать, какие акции проводить, кому поручать, какие роли в ходе этих акций, кто, как, чего, что, почему и когда эти движения стоит прекратить. То есть все эти вещи обсуждаются на общих собраниях всеми. Это первый принципиальный момент. Самоуправление в борьбе. Второе – это стремление к максимальной дебюрократизации, стремление к максимальной независимости от существующих бюрократических структур. Будь то структуры государства, будь то структуры бюрократических общественных организаций, как типа тех же традиционных профсоюзов, будь это политические партии, немножко потом с вами чуточку позже поговорим о том, как это в современных протестных движениях проявляется. То есть это стремление избегать, то есть не связываться с бюрократическими или этаблированными, как это говорят в Германии, или структурами истеблишмента, как это говорят в многосаксонских странах. По возможности не связываться с ними и по возможности не составлять свою собственную бюрократию. И как следствие определенная политическая независимость, независимость от старых традиционных политических партий и структур. Далее это упор на местную самоорганизацию и местную деятельность. То есть ориентир в основном идет не на то, чтобы брать власть или действовать через власть, или менять, так сказать, или выбирать людей, или менять людей, стоящих у власти, чтобы потом через них что-то делать. Это ориентация на то, что принято называть прямым действием. Я еще раз напоминаю, во избежание любых недомолок, что прямое действие, вопреки тому, что полагает популярное массовое сознание, прямое действие – это не обязательно акты насилия. Это не есть взять что-то и куда-нибудь швырнуть. Это как раз совершенно не обязательно прямое действие. И чаще всего, кстати, даже не прямое действие. Потому что если, например, какая-то организация что-то решает, например, или какая-то группа что-то делает, а потом выделяет кого-то, который от ее имени и для нее это делает, то это, между прочим, называется вообще-то представительство в борьбе. А прямое действие – это что такое? Это непосредственное отстаивание людьми своих прав, интересов и их непосредственное действие. Не опосредованное, а прямое, непосредственное. То есть не через органы власти, не через суды, не через депутатов, не через авангарды партийные или акционные, но именно сами. То есть смысл состоит в том, чтобы разница между активистом и рядовым просто участником, она по возможности как можно больше стиралась. Чтобы активист, чтобы как бы каждый участник в идеале, это, конечно, идеал, далеко не всегда это удается добиться. Реже всего это удается добиться. Но как цель, как идеал, как вот то, что требуется, то, что нужно, это, так сказать, максимальное соединение, максимальное сочетание в одном лице активизма и активизма и как бы просто участия, членства. Следующая тематика – это внимание к новым общественным темам, которые, собственно, просто ещё не поднимались в первой половине, скажем, XX века. Ну, какие это темы? Особенно ярко это проявилось, собственно, не в самом 68-м годе, хотя, так сказать, это уже намечалось и некоторыми высказывалось, но прежде всего в так называемых новых социальных движениях. То есть тех общественных движениях, сейчас я скажу, что это за движения, так сказать, чтобы не было, так сказать, никакой таинственности, я их перечислю просто некоторые из них, и будет понятно, о чём идёт речь. Значит, собственно, сейчас важно для начала вот что отметить, что эти движения, они как бы возникли по следу 68-го года, они как бы из него выросли, перенося вот эту модель, опробованную впервые в университетах, молодёжью, как молодёжный бунт, прежде всего, перенесли эту модель на другие общественные сферы, в другие отрасли, в другие зоны жизни. Значит, ну что это, например, такое? Ну, допустим, возникло то же самое новое рабочее движение. То есть в отличие вот от старых профсоюзов, это были новые рабочие выступления, новые забастовки, которые проводят, есть такое выражение, дикие забастовки. То есть забастовки, которые проводятся без санкций государства, профсоюзов, так сказать, официального законного оформления и так далее, и так далее. Значит, чаще всего, или часто, во всяком случае, профсоюзы к этим забастовкам не имели профсоюзной бюрократии никакого отношения. Либо это могли быть рядовые члены тех же самых профсоюзов, которые действовали независимо, либо это могли быть просто независимые какие-то рабочие инициативы, группы. То есть инициативная группа как форма организации, вот она тоже сформировалась. То есть ассамблея и инициативная группа. Вот эти вот как бы две вещи. Вот это вот все тоже, и инициативная группа, которая работает сама по принципу ассамблеи, естественно. Вот это вот все, так сказать, тоже, так сказать, стало перениматься и в других сферах, в том числе, допустим, в том же самом рабочем движении. И вот уже в 68-м Германии, в 68-м, в 69-м Германии прошли вот эти студенческие, был пик студенческих выступлений, в 68-м год, в 69-м Германии западной пошла волна диких забастовок, которые уже, к организации которых профсоюзы не имели никакого отношения, но это была крупнейшая забастовочная волна в Западной Германии с 45-го года. То есть новое рабочее движение. Значит, другая форма – это новые независимые профсоюзы, которые стали возникать, попытки, так сказать, максимально избежать вот этих вот старых бюрократических монстрообразных структур. Далее, это, естественно, и прежде всего, экологическая движение. Вот это вообще замечательный пример, который позволяет показать, как и каким образом вот эта вот тема бюрократизации социального государства, как она воспринималась, собственно, рядовыми гражданами, и почему она побуждала рядовых граждан выходить на социальный протест. Значит, всё началось в начале 70-х годов. Ну, точнее, первые намётки были ещё в конце 60-х, но всерьёз это началось в начале 70-х годов, когда в 73-м году наступил, был такой эпизод, мировой нефтяной кризис. Связано это было с событиями, вообще, так сказать, не имевшими вроде бы никакого отношения ни к экономике, ни к развитым странам вообще, так сказать. 73-й год – это очередная война на Ближнем Востоке, так сказать, очередная арабо-израильская война, в ходе которой арабские страны, так сказать, обиженные на неадекватную, с их точки зрения, позицию западноевропейских государств, наложили нефтяное эмбарго на поставку нефти в Западную Европу. После чего цена на нефть резко подскочила, и это вызвало экономический, на какое-то время экономический коллапс. После чего западные правительства стали размышлять над происходящим и решили, что лучше бы обрести максимальную энергетическую независимость от, так сказать, поставщиков нефти. Ну, а как это можно сделать? Своих собственных ресурсов не так много. Ну да, тогда были, правда, угольные ресурсы, но добыча угля оказалась слишком дорогой. В Англии как раз буквально через несколько лет после этого Маргарет Эйчер, так сказать, окончательно покончила с угольной промышленностью в Великобритании именно, так сказать, в силу её дороговизны и нерентабельности. То есть уголь был не сочтён выходом. Тогда что? И вот здесь, так сказать, вспомнили о том, что существует такая милая, но очень опасная вещь под названием атомная энергетика. То есть практически во всех странах Европы начали принимать программы форсированного, очень быстрого развития атомной энергии, стали в массовом порядке строить атомные электростанции. Ну, масштабы были, хотя и, так сказать, в массовом порядке, но масштабы были в разных странах разными. Ну, например, если мы возьмём такую страну, как Франция, то там атомная энергетика производит сейчас, ну, может быть, не большинство, так сказать, французской энергии, электроэнергии, но, во всяком случае, по-моему, едва, по-моему, самую значительную часть среди всех остальных. Сколько? Ах, так и большинство. Ну вот, как видите, тем более так. Ну, в Германии это не большинство, но тоже, так сказать, достаточно значительный, достаточно значительный, достаточно значительный процент. И вот тут-то, собственно говоря, помимо чисто экологических рисков, о которых знали экологи, эксперты, о которых они давно говорили, учёные и так далее, помимо этого возникла и определённая совершенно общественная реакция. Ну, собственно, это знакомо, наверное, всем тем, кто так или иначе участвовал в экологических движениях даже вот в этой стране, где мы с вами живём. То есть первая реакция, да, а почему вот у нас тут строят опасный или потенциально опасный объект, вот буквально по соседству с нами, но нас-то, которые вот буквально тут живут, нас-то почему-то позабыли спросить. А ведь если что, не дай бог случится, да, по кому по первому ударит? По нам. Значит, нас бы для начала, неплохо для начала, и у нас бы неплохо для начала поинтересоваться. Но ведь у людей, которые, у чиновников, извините, которые сидят, так сказать, в кабинетах наверху, у них-то ведь совершенно другие представления о должном. Они-то считают, и, кстати говоря, для модели представительной демократии, межпочем, это нормально, да, они-то считают, что только они, квалифицированные управляющие наверху, знают, что нужно для развития общества в целом. А мы с вами, так сказать, сидящие внизу, мы профаны, да, каждый из нас знает только свой маленький кусочек, мы не способны понимать, что нужно для общества в целом. Мы слишком эгоистичны, мы слишком думаем о себе и своих ближних в лучшем случае, но мы не можем понять, но мы не в состоянии понять, что существует государство, государственные интересы, что существует экономика, что существует международная конкурентоспособность и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда жители, так сказать, в окрестностях атомных электростанций или еще тем более могильников атомных отходов, это было еще того покруче, да, начали писать до начала письма, возмущаясь, что их не спросили, естественно, так сказать, власть имущие просто пожали плечами, что во Франции, что в Германии Западной, что в Италии, что в Японии, и так далее, и так далее, и так далее, что где бы то ни было еще. Поэтому вот эта вот проблема экологическая, вроде бы чисто не имеющая никакого отношения ни к социальным, ни к экологическим моментам, вроде бы как относящаяся не к взаимоотношению между людьми внутри общества, а к взаимоотношению между обществом и природой. Тем не менее, эта проблема неожиданно приобрела глубокое, острое именно социальное звучание, потому что это вопрос был уже не только о отходах, не только об опасности, не только об энергии. Это был вопрос о том, что люди выражают свое мнение, а их не слушают. То есть модель представительства, на которой основана современная демократия, не работает. И люди восприняли это именно так. Мне доводилось, собственно, моя кандидатская диссертация в далекие годы была написана о западно-германском движении «зелёных». Ещё тогда западно-германском. Ещё тогда Германия была не едина. И мне довелось тогда читать большое количество документов, написанных ими самими, или, как это называлось тогда, текстов из движения, где они абсолютно чётко формулировали своё понимание того, что происходит. Выглядело это так. Чиновники, предприниматели, энергетики объединены в общую атомную мафию, которая, не спросясь жителей, не спросясь мнения населения, не желая проводить референдумы, ничего, сама решает, как и что должно быть в обществе. Без нас приняли решение. Это неправильно, это означает, что демократия перестала функционировать. На самом деле неудивительно, что именно в этом русле ещё сначала среди тех теоретиков, которые пользовались популярностью потом среди новых левых, ещё даже чуть-чуть раньше не начали это говорить, ещё до возникновения движения 68-го года, где-то в 60-х, стали возникать, например, мысли о том, что представительная демократия действительно перестала работать. Один из немецких авторов назвал это инволюцией демократии. Вы понимаете, что такое инволюция? Инволюция – это нечто обратное эволюции. То есть эволюция – это как бы идёт развитие. Ну, предполагается, что вперёд, хотя, как мы с вами знаем, эволюция не обязательно идёт вперёд. Ну, ладно, так уж, так сказать, считается эволюция. А это инволюция. То есть это не развертывание, а свёртывание, сворачивание. Ну, опять-таки, одно из классических других, другой автор, который на эту тему писал, очень многое, это, так сказать, пресловутый всё тот же муж Герберт Маркуза со своим одномерным человеком, где он, так сказать, чётко показал, каким образом это происходит, но представительство теряется альтернативность. То есть политические партии, политические группировки, носители каких-то разных идейных систем, моделей, они перестают, собственно, отличаться друг от друга. И вопрос сводится уже просто к тому, кто, а не вопрос, зачем стоит у власти. Всё это связывалось, естественно, и с бюрократизацией, и с вот этим вот самообразованием элит, и так далее. Всё это, так сказать, всё это некая единая система, некий комплекс, именно так он воспринимался. И, по сути дела, те же самые немецкие социологи, причём далеко даже не обязательно радикальные, они сформулировали тезис о том, что происходит всеобщая делегитимизация существующей демократической системы. Она больше не способна представлять интересы, волю и желания рядовых людей. Она бюрократизировалась, она схлопнулась, схватилась и умирает. Что нужно ей противопоставить? Противопоставить ей нужны низовые инициативы, вот такого же типа самоуправленческого, типа ассамблей и гражданских инициатив, которые были опробованы в ходе движения 1968 года. И вот так в той же самой Германии возникло массовое экологическое движение. Стали возникать местные экологические гражданские инициативы, которые сначала объединялись на местном уровне, потом стали объединяться на региональном уровне, потом возник федеральный общегерманский союз гражданских инициатив в защиту окружающей среды. Общее количество членов этих инициатив превысило несколько миллионов человек. И вот в какой-то момент, я сам читал этот документ, он потрясающий документ, это, значит, теоретическая статья человека, который занимал во второй половине 70-х годов пост председателя вот этого самого федерального союза гражданских инициатив в защиту окружающей среды. Текст примерно такой, я цитату под рукой не имею, поэтому цитирую по памяти. Все политические партии вместе взятые имеют в настоящее время меньше членов, чем наши экологические и гражданские инициативы вместе. Кто же в таком случае является подлинным выразителем интересов и чаяния населения? И не следует ли признать, что представительная система в том виде, в каком она есть, не работает, что одного лишь парламента недостаточно, что нужно дополнить существующую представительную демократию элементами демократии ассамблеарной, прямой, снизу, когда сами люди непосредственно определяют свою собственную судьбу. Вот примерно так он сформулирован. Но это, причем это еще было далеко не самое радикальное крыло, потому что существовало и более радикальное крыло, близкое к так называемому анархистскому или автономному, как еще тогда говорили, спектру, которые, в общем, это были фактически, в общем-то, те же самые люди, то же самое из гражданских инициатив, но, так сказать, в основном разделявшие леворадикальные взгляды. Они пошли дальше, они стали, ну, их не надо тоже преуменьшать их число, они могли, например, вывести на первомайскую демонстрацию где-нибудь в Берлине, скажем, в конце 70-х или начале 80-х, они могли, например, вывести до 20 или 30 тысяч человек, это было достаточно много. Правда, как мне, когда я, так сказать, в разговоре с одним из ведущих берлинских автономов, с изумлением, когда он сказал эту цифру, я, значит, с изумлением, глаза вылезли на лоб, я с изумлением спросил, он говорит, Кисю, у вас такое колоссальное движение, почему же вам не удается, в общем-то, ничего изменить? Он как-то так грустно улыбнулся, сказал, говорит, понимаешь, какое дело? О них, конечно, 1 мая выходит очень много. Вся проблема в том, что эти 30 тысяч делают между одним 1 мая и 2 мая. То есть вот если бы они постоянно участвовали в этих движениях, да, общество бы выглядело совершенно иначе. Но вот нет. То есть все-таки вот этот вот идеал соединения активиста, активиста и участника, члена, он все-таки, так сказать, в полной манере, к сожалению, не удался. Ну ладно. То есть, короче говоря, да, они требовали идти дальше. Они говорят, что вообще модель представительной демократии, действительно, она вообще больше не работает. Ее нужно заменить на модель прямого самоуправления. Или как тогда, так сказать, стали любить говорить, прямой демократии. Хотя, сразу вам скажу, что прямая демократия и самоуправление это на самом деле не одно и то же, да, потому что существуют совершенно определенные критерии различия, но возможно об этом, так сказать, как-нибудь, когда-нибудь, может быть, где-нибудь в другой раз. Вот это сейчас как бы не очень важно. Важно то, что как бы в рамках вот этой вот системы, системы борьбы за самоуправление в противовес бюрократии, в рамках новых социальных движений, да, так сказать, выдвигались как бы две альтернативы. Альтернатива дополнения существующей представительной демократии, демократии прямой или партиципативной, демократии участия, демократии соучастия и так далее, или на более радикальный вариант замены представительной демократией самоуправлением. Но что случилось с экологическим движением в той же самой Германии? В какой-то момент, повторяю, оно было очень мощным. Но затем произошло то, что обычно происходит с большинством социальных движений. Если это движение, которое нацелено на, есть такое выражение, движение одного пункта, то есть нацелено на какую-то одну тематику, одну проблему, или даже одну сферу проблем, то рано или поздно, либо оно приобретает, оно получает какие-то определенные уступки, после чего чаще всего раскалывается, потому что одна часть участников считает, что этого достаточно, больше все равно нельзя добиться. Другая часть хочет идти дальше. Естественно, те, кто принимают в обществе решения, имеют очень хорошую возможность стравить тех и других, что обычно, кстати говоря, делается, и что было сделано, в том числе с экологическим движением, или со сквоторским, например, движением захвата, так сказать, движением защиты жилья, захвата пустующих помещений, скажем, той же Западной Германии или в Западном Берлине в начале 80-х годов. Либо же это движение просто давит, давит власть своей превосходящей силой. Либо же, так сказать, сочетается то и другое, кнут и пряник, морковка и кандалы. Чаще всего, собственно, второе как раз обычно бывает. Вот с экологическим движением произошло в Германии в значительной степени именно это. Ну, плюс, так сказать, им кинули ещё одну морковку. Ну, точнее как, не то, что им кинули, они её сами из себя породили, а потом радостно начали, так сказать, пожирать и хрустеть ею. Речь идёт о том, что из вот этого экологического движения, которое изначально, как вы, так сказать, можете понять, из вот этого текста Федерального союза гражданских инициатив, на который я ссылался, постулировало независимость от политических партий. Решено было создать свою собственную политическую партию. Ну, вы помните, возможно, эту, так сказать, старинную вьетнамскую, китайскую, восточную сказку, да, так сказать, кто хочет бороться с драконом, то должен создать своего дракона. Вот они решили создать своего дракона. Но это будет совершенно не драконный дракон, будет антидраконный дракон. Это будет антипартийная партия зелёных. Так вот они создали свою политическую партию. Они, значит, вначале в эту партию вступило большое количество радикального народа. Они решили, что эта партия будет действовать не вместо улицы, не вместо прямого действия, она будет дополнять. Она будет парламентской рукой или ногой, там, выражения разные были, вот этих непарламентских социальных движений. Она будет просто всего-навсего, так сказать, им обеспечивать некоторые гарантии, но не более того. Она не будет их подменять, она не будет вместо них выдвигать инициативы, она не будет ни в коем случае, так сказать, заменять их требования, всё равно решает ассамблея, решают низовые инициативы социальных движений. Мы только постулируем их, мы только, так сказать, передаём их дальше, транслируем, но не более, не более, не более. Самое интересное, что когда вот эти вот первые депутаты, 80, когда удалось провести первых депутатов парламента Западной Германии от немецкой партии «Зелёных», первоначально считалось, что они даже не депутаты, они делегаты от социальных движений. Они связаны, как было сказано, императивным мандатом, то есть строгим наказом от социальных движений, которые их выдвигали. Они обязаны следовать этим наказам, ни в коем случае их не приступать. И более того, значит, срок парламентский 4 года, они обязаны, вопреки сроку парламентской процедуры, 4 года не меньше, они обязаны через 2 года подать в отставку и уступить место своим заместителям, которых выбирали вместе с ним. Это вызвало очередной скандал в немецком Бундестаге, ну, в общем, как-то это дело, не помню, уже сейчас будет урегулировано. То есть была сделана вот такая вот попытка. Что получилось в результате? В результате получилось всё то же. Попытки социальных движений играть на чужом поле, на поле чистой политики, на фоне продолжавшихся и усиливавшихся репрессий против радикальной части движения и на фоне, так сказать, неуступчивости властей по ряду основных ключевых моментов всё это в сочетании привело к тому, что в итоге, так сказать, удалось заменить массовое экологическое движение на улице вполне себе лояльной партией зелёных, которая участвует в выборах, которая сидела в немецком правительстве и которая даже согласилась на отказ от первоначального требования о немедленном закрытии всех атомных электростанций и отказалась от многих других экологических требов. Собственно, вот так происходит интеграция социальных движений. Но экологическое движение тоже было не единственным новым социальным движением. К этим новым социальным движениям относилось, например, то же самое пацифистское новое движение, движение за равноудалённость от обоих блоков, от обеих групп государств, от НАТО и Варшавского договора. Особенно ярко это проявилось в 83-м году, когда были массовые всеевропейские протесты против размещения ракет средней дальности в Европе. Когда выдвигали требования на Западе, выдвигали требования вот эти участники одностороннего ядерного разоружения Запада, а когда западные правительства стали говорить, а, так вы работаете на Кремль, они связались с пацифистскими оппозиционными группировками в Советском Союзе из странах Восточной Европы, которые стали выступать за разоружение в своих странах, уже с этой страны. И речь шла о том, чтобы организовать общеевропейскую федерацию борьбы за мир, которая будет выступать с позиций независимых, опять-таки, от обоих блоков. Требования основное были референдум по ракетам. Референдум практически ни в одной стране проведён не был. Аргумент властей был убийственный, но они его повторяют снова и снова, теперь уже применительно к другим проблемам. Скажем, сейчас, опять-таки, был тот же самый аргумент, выдвинуло французское правительство, когда сейчас в этом году были протесты против вот этой вот реформы трудового законодательства. Мало ли, что вы тут требуете, при демократии решает не улица, при демократии решают органы, парламент решает при демократии. Парламент проголосовал за ракеты, значит молчать. Всё. Так, собственно, это решение было проведено. Какие ещё новые социальные движения можно упомянуть? Ну, естественные, конечно же, да, это новое женское движение. Опять-таки, оно кардинальным образом отличается от того традиционного женского движения, которое существовало, скажем, перед Второй мировой войной. Потому что тогда в основном были женские организации, ну, не считая каких-то небольших уж совсем групп, в основном это были женские организации, создававшиеся политическими партиями и при политических партиях. Это как бы были такие женские филиалы. А вот здесь впервые появились движения феминистского типа, когда, так сказать, женщины уже заговорили другим языком, заговорили о том, что у них существуют свои независимые какие-то позиции, независимые интересы, что они не хотят подчиняться ни одной из существующих политических партий, потому что все они фактически, так сказать, воспроизводят всё ту же самую патриархальную, патриархалистскую модель. Так сказать, тоже появилось совершенно новое движение, которое тоже было в значительной степени организовано вот по тем же самым принципам новых социальных движений, о которых я уже говорил. Далее это, конечно, ну, так называемое движение альтернативных проектов. То есть тоже надо пояснить, что это такое. Это, ну, если хотите, можно рассматривать как такую новую форму кооперативного движения. То есть вот насколько старое кооперативное движение, да, интегрировалось к этому моменту полностью в рыночные структуры, то вот эти новые альтернативные проекты, это были, опять-таки, небольшие независимые группы, в основном объединявшие энтузиастов, работавших в самых разных сферах. Кто-то занимался производством, кто-то выращивал экологически чистую продукцию, кто-то оказывал услуги, кто-то, так сказать, открывал какие-то небольшие мастерские там по производству и ремонту велосипедов, кто-то, так сказать, занимался каким-то ремеслом, кто-то занимался активистским консультированием. В общем, всеми самыми, кто-то занимался, кто-то устраивал культурные проекты, кто-то образовательные. То есть вот это вот всё, фактически, всё это строилось на основе не иерархической, всё это строилось на основе, опять-таки, ассамблярной, на основе вот этих вот инициатив, принимавших решения общим собраниями. И всё это максимально стремилось избегать какой-то такой, так сказать, чрезмерной бюрократизации, или вообще по возможности избегать бюрократизации. Значит, на самом деле, чтобы вы представили себе масштабы, опять-таки, по статистике Западной Германии, на 82-й год в альтернативных проектах, то есть вот таких вот самоуправляющихся кооперативного типа учреждениях и производственных структурах работало, точнее, состояло от 100 до 200 тысяч человек. То есть это тоже было совершенно массовое, достаточно большое движение. Вы спросите, ну а оно-то куда делось? Очень просто. Значит, естественно, как только пошёл неолиберализм в 80-х годах, да, и особенно в 90-х, как только, так сказать, уровень жизни людей начал падать, как только стали сокращать социальные пособия, люди, так сказать, начали крутиться и вертеться. И времени, и денег на то, чтобы заниматься этими альтернативными проектами, стало становиться всё меньше и меньше. Ну, подобных вот новых социальных движений, их было очень много, да, движение сквотеров, движение, да, то есть движение в защиту жилья, движение за создание коммун, которые в это время возникали во многих странах мира, часть которых существует до сих пор. То есть большое количество инициатив, вышедших, повторяю, на совершенно новые, совершенно другие сферы, на которые раньше вот эти традиционные социальные протесты первой половины 20-го века внимания не обращали или обращали, но для них это была такая второстепенная, тридцатистепенная тема. Ну, все эти движения не только были на подъёме. Я читал работы социологов и аналитиков второй половины 70-х, особенно начала 80-х годов, тех же германских, да, западно-германских, где они говорили о том, что в обществе происходит самая настоящая ценностная революция. То есть новое поколение, говорили они, пришедшее на смену старым, вот под флагом вот этой вот дебюрократизации, антибюрократического бунта, оно несёт в себе совершенно новые социальные ценности. Это ценности личного участия, самоуправления, самореализации, собственной возможности борьбы с отчуждением, возможности, так сказать, контакта преодоления вот этого вот отчуждающего современного социума, который, так сказать, разводит людей по квартирам, потому что они очень редко общаются друг с другом, когда нет агоры, нет общего пространства, где они могли бы встретиться, собраться, обсудить и решить, как их жить дальше, решить, что делать. Преодолеть бюрократизацию, преодоление бюрократизации, стремление определить бюрократизацию, стремление преодолеть вот эти гигантские, большие структуры, которые как бы нависают над маленьким человеком, давят его, контролируют его, не дают ему вздохнуть, стремление простой жизни, стремление заменить гонку за потреблением новых престижных товаров, стремление, может быть, иметь меньше, но более качественно, целесообразно, осознанно это использовать, стремление к более дружественным отношениям с другими людьми, стремление жить в гармонии с природой. Так далее, так далее, так далее. То есть это самая настоящая иная, альтернативная, как тогда выражалась система ценностей. Это говорилось в 83-м году, не прошло и 10 лет, как ничего из этого практически уже не осталось. Ну или осталось в виде рудиментов. Что произошло? А произошел тот самый пресловутый неолиберализм, который опять в очередной раз изменил и облик общества, и облик новых социальных движений. В результате что произошло с обществом? Государство практически, начался процесс, который именуется демонтажом социального государства. Происходит это практически по всему миру, где-то больше, где-то меньше. У нас вот и в других странах периферии, потому что, извините, мы страна периферии, надо говорить открыто, как есть. Страна периферии мир системы. На периферии или на полупериферии, окей, ладно, так и быть. Мир системы. Это происходит, может быть, более остро, более резко, да, потому что изначальный уровень, кстати говоря, ниже. В тех же самых странах Западной Европы, где уровень социальности был гораздо больше в уровне социального государства, так сказать, его и разрушить до конца немножко сложнее, поэтому там больше от него еще остается. Тем не менее, вот этот процесс идет. Сокращаются социальные расходы, сокращаются социальные выплаты, сокращается свободное время, происходит дерегулирование трудового законодательства. То есть практически всюду идет одно и то же. То есть расширяются возможности для увольнения, сокращаются права человека на производстве, расширяются возможности увеличения продления рабочего дня. И самое, пожалуй, даже в этом плане острое, происходит фактически, ну, скажем так, осторожнее, не происходит реального роста заработной платы. Мне когда-то попадались на глаза цифры, я их увидел, что называется, присвистнул. То есть именно реальная зарплата, реальный доход среднего немца и среднего американца, скажем, в 70-х годах на пике социального государства и в 90-х, он практически такой же или даже чуть ниже. Это при том, что производство за это время выросло вам несколько раз. Понимаете, что происходит? То есть реально происходит наступление, фактически вот этот социальный компромисс, на котором было основано социальное государство, он был разорван. Вы спросите, почему? Вот что, злая воля, злые заговорщики? Нет, конечно, да. Существует определенная логика. Выяснено, что кенсианская модель может работать только до тех пор, пока существует вот этот вот стабильный экономический рост. И пирог пышен. Как только этот стабильный экономический рост прекращается, как только начинаются какие-то проблемы внутренние, тут же обостряется борьба за перераспределение внутри этого пирога. И вот, собственно, самое интересное, что я вам уже сказал, да, значит, собственно, первой реакцией на кризис социального государства, на его бюрократизацию, это были вот эти вот новые социальные движения, которые совершенно открыто это формулировали. Поэтому новые социальные движения, как бы рядовой человек, он был недоволен социальным государством по этой причине, был недоволен не социальностью, как вы понимаете, он был недоволен тем, что это бюрократические структуры все дальше от него и все больше, так сказать, игнорируют его конкретные реальные чаяния и нужды. Но в этой ситуации всполошились предприниматели, да, они готовы были платить те самые перроновские 30%, условно говоря, за стабильность и за то, чтобы работала кенсианская модель. Но теперь-то, когда рост экономический прекращается и когда доходы их падают, а тут еще началась знаменитая глобализация. А что означает глобализация? Глобализация означает открытие рынков, означает, так сказать, отказ от протекционизма в очень сильной степени и означает, естественно, усиление конкуренции, следовательно, борьбы за, так сказать, свой кусок, за свой уровень прибыли, да. И если какой-нибудь предприниматель завтра вам скажет, у меня тут в стране, где я работаю, да, работаю, они работают, значит, слишком экологические нормы большие, невыгодно, слишком высокая заработная плата у работников, вот еще захотели, слишком большие социальные выплаты в разного рода социальные фонды, нет, мне, пожалуй, выгоднее будет свернуть производство и уехать, перенести его в страну, в стране, где издержки на рабочую силу, как это называется, меньше, да, начался процесс, получивший у экономистов название делокализации, то есть закрытие предприятий, даже целых отраслей с их переносом, так сказать, в места, где более дешевая рабочая сила или более выгодные условия для предпринимателей. Как стали реагировать на это правительство в условиях, когда протекционистские меры воздействия отсутствуют, да, рынки открыты, границы открыты, что им остается делать? Им удается приводить свое законодательство, в том числе трудовое, в том числе экономическое, в соответствии с интересами предпринимателей, чтобы их не спугнуть и более того, чтобы их как можно больше к себе привлечь, за счет чего? Ухудшение, снижение экологических норм, удешевление рабочей силы и предоставление предпринимателям разного рода льгот, как то приватизация, как то кредиты, как то льготы предпринимателей в плане налогов, в плане разрешения им, например, сокращать свои износы в пенсионные фонды, которые в некоторых странах финансируются, или фонды социального страхования, которые в некоторых странах финансируются за счет взносов как трудящихся, так и предпринимателей. А потом правительство, так сказать, разводит руками, говорит, ну эти фонды у нас, они же страдают от хронического дефицита, там постоянно денег не хватает. Ну так а что вы хотите, чтобы их хватало, если вы сами уменьшаете взносы одной из социальных сторон? Что? Что будет после этого? Но, так сказать, об этом предусмотрительно молчат. То есть неолиберализм, по сути, означал отказ от кенсианской модели поощрения спроса и переход на модель поощрения производства, а точнее производителя, то есть предпринимателя. То есть создание всякого рода льгот для предпринимателей, которые таким образом будут иметь стимул увеличивать производство, а увеличивая производство, они автоматически раскрутят ту спираль, которая приведет к увеличению потребления. Так было задумано, так и родился знаменитый неолиберальный монетаризм. Все бы хорошо, но очень быстро выяснилось, что это не работает по одной простой причине. Если производство растет, а реальные доходы населения не растут или даже сокращаются, ну или почти не растут, то рано или поздно начнутся кризисные явления, начнется разрегулирование рынка. Что стали делать, да, значит, пока, что стали делать для того, чтобы, так сказать, экономическую политику стали проводить, для того, чтобы это избежать? Очень просто, стали надувать мыльные пузыри кредитов, так сказать, раз сокращаются социальные льготы, раз зарплата почти не растет, раз пособия сокращаются, значит, что можно сделать, да, как можно стимулировать потребление? Простым способом облегчить кредит. Что, собственно говоря, и было сделано. Практически во всех западных странах была развернута массированная кампания по очтению кредита. Кредит выдавали под минимальные проценты. Естественно, население очень быстро эти кредиты стало набирать. И, в общем-то, опять всё вроде бы пошло хорошо. То есть люди жили не за счёт, люди как бы потребляли не за счёт своих реальных доходов, а за счёт, так сказать, будущих якобы, за счёт того, что они брали в долг. Всё бы опять-таки хорошо, но, так сказать, стал надуваться вот этот пресловутый мыльный пузырь. И наиболее дальновидные экономисты стали предупреждать, что, извините, этот пузырь лопнет, и это приведёт к социальным взрывам. Но пока на протяжении 80-х и 90-х годов пузырь себе спокойно надувался, и никаких, так сказать, проявлений и прорывов в основном не было. Ну, разве что, так сказать, некоторые бунты на периферии, как, допустим, так сказать, бунт против финансовых пирамид в Албании в конце 90-х годов, где уж совсем, так сказать, надули этот пузырь, да, потом неожиданно, так сказать, лопнули, украли деньги и смыли, что называется. Или, например, так сказать, как кризис задолженности в Аргентине в 2001 году, да, скажем. Но всё-таки это всё были, так сказать, ещё как бы такие побочные, не побочные, но периферийные явления. А на первый план тогда, да, с конца 90-х годов выступило знаменитое движение, так сказать, новый этап социальных протестных движений, знаменитый альтерглобализм, или, как его ещё называют, антиглобалистское движение. Ну, я не буду вам его долго и подробно расписывать, оно, что называется, развивалось уже практически на наших всех глазах. Нам интересно только будет отметить с вами вот что. Что хотя, в общем-то, это было движение новое, но оно в значительной степени как бы интегрировало в себя, собрало наследие вот этих вот предыдущих протестных движений. То есть, с одной стороны, к нему присоединились и некоторые организации традиционного протестного, бывшего протестного движения, как, скажем, те же самые профсоюзы, например, да, которые стали принимать в них участие. Так и особенно стали возникать новые вот эти новые альтерглобалистские группы и инициативы, некоторые из которых выросли практически напрямую из последних инициатив вот этих новых социальных движений 70-80-х годов. И что самое интересное, вот эти вот формы действия, формы организации, формы представления, да, которые существовали в ряду альтерглобалистского движения, они, по сути, были продолжением вот всех тех же форм идей, которые формулировались или развивались в рамках новых сначала бунта 68-го года, а потом тех же самых новых социальных движений. Здесь тоже общие собрания, здесь тоже ассамблеи, здесь тоже представление о движении движений, да. Здесь те же, опять-таки, та же попытка соединить инициативы, которые существуют в самых разных сферах, но здесь было одно но, и вот это одно но, оно и составило то, что называется конституитивную слабость альтерглобалистского движения и то, что, в общем, привело буквально через, может быть, каких-нибудь 10 лет к его, в общем-то, распаду. Сейчас, на сегодняшний момент, его, в общем, практически уже нет, существуют кое-какие остатки, только и не более того. Почему? На самом деле, вот почему. Значит, ну, не потому, что у них не было идеи, да. Внутри альтерглобализма высказывались достаточно интересные идеи, некоторые из которых были как бы прямым продолжением идеи, высказывавшихся в рядах новых социальных движений. Ну, хотя, с одной стороны, были, да, такие теоретики, как Негри, например, да, со своей империей Негри и Харт, которые, в общем, так сказать, пытались повести альтерглобалистское движение в умеренное русло такого всепланетного, ну, как бы, логика была примерно такая, я огрубляю, ну, чтобы был понятен смысл. Значит, на уровне отдельных государств, социальное государство, Белфорстейт не работает, да, потому что глобализм. Значит, поэтому давайте мы перейдем к элементам социального регулирования на мировом уровне, так сказать, вот как когда-то на уровне страны осуществлялся диалог между предпринимателями, государством и рабочими организациями, организациями трудящихся. Вот так давайте на глобальном мировом уровне у нас будет осуществляться диалог между мировыми элитами, которые собираются на свои семерки и восьмерки, между, значит, какими-то международными органами регулирования в виде ООН или даже реорганизованного Международного валютного фонда, да, с помощью налога Тобина, и, с другой стороны, вот представителями движения-движений, которые будут выступать в качестве, так сказать, полноправного партнёра, которые будут, с одной стороны, давить на улицы, а с другой стороны, будут вести переговоры. Видите, как всё красиво, да. Надо сказать, бывшие соратники Негри по... Он начинал как итальянский автоном, участник автономного движения, рабочей автономии, они подвергли его за, так сказать, такой милореформистский проект вообще самому настоящему астракизму. Я читал тексты итальянских левых, где Негри поносили, так сказать, как только можно за вот эти вот все планы и проекты, диалога, так сказать, с мировыми элитами. И в качестве, так сказать, альтернативы левое крыло альтерглобализма выдвинуло свою очень интересную программу, которую сейчас, которую помнят сейчас, и которую, кстати говоря, помнят живо и сейчас в некоторых, так сказать, современных движениях протеста против кризиса. А именно идея Холлоэя «Менять мир, не беря власть». То есть фактически создавая параллельно существующим институтам власти, существующим отчужденным общественным отношениям вот такие вот самоуправляющиеся инициативы во всех сферах, которые будут потом как бы соединяться снизу в сети и создавая как бы параллельное общество, фактически вытеснять, вытеснять не пассивно, да, активно борясь с существующими структурами принятия решений, с структурами власти, экономическими структурами, с структурами элит, вытеснять существующую структуру, заменяя её новой, основанной вот на тех самых альтернативных ценностях, которые были сформулированы участниками новых социальных движений, по сути дела, да. Так вот, в чём, то есть идеи интересные были, не в этом была проблема, а в чём? Дело в том, что в новых социальных движениях в своё время был выдвинут очень интересный лозунг, который, как мне кажется, так сказать, не умирает и, наверное, не умрёт. Думать глобально, действовать локально, думать глобально. То есть да, так сказать, представления должны быть о Земле, о планете в целом и о том, как, так сказать, существует соотношение сил на планетарном уровне. Но борьба должна вестись не абстрактно в местах средоточения Г-7 и Г-8, где они проводят свои конференции, а борьба должна вестись на месте вокруг конкретных проблем, потому что эти конкретные проблемы служат как бы теми маленькими кусочками разбитого зеркала, в которых, так сказать, вот это разбитое зеркало, большое зеркало системы отражается. Поэтому именно через борьбу за эти конкретные проблемы, вокруг них, против конкретной атомной станции, против конкретного нарушения трудового законодательства, против той проблемы, этой проблемы, против, не знаю, там, жилищной политики и так далее в каком-то конкретном месте, только из такой борьбы может вырасти самоорганизация, и только из такой самоорганизации впоследствии может вырасти самоуправление. То есть поэтому, в том числе как общая система. То есть начинать надо снизу, с конкретных проблем. Альтерглобалисты повторяли этот лозунг, но не реализовывали его. По сути дела, они перешли к символическим акциям, чем дальше, тем больше, в местах, где собиралась мировая элита. То есть от наступательной позиции к чисто реактивной. Рано или поздно мировая элита должна была от этого устать. Тем более, что действия остановились. Стало просто понятно, что ничего это не угрожает. Ну, в Генуи попытались пойти в 2001 на открытый конфликт. Знаете, чем это кончится? Резким раскромом. Погиб товарищ активист итальянский. Вот с тех пор постепенно альтерглобалистское движение начало медленно шаг за шагом сходить на небо. Но тут подоспело что? Лопнули мыльные пузыри. Наступил 2008 год. И вот сейчас мы с вами наблюдаем новейший этап протестного движения, который уже, опять-таки, в чём-то повторяет старые движения, в том числе и новые социальные движения, в том числе и альтерглобалистские. А в чём-то он совершенно новый. Что я имею в виду? Прежде всего, это движения, которые общие, которые по всему миру проходят под знаменитым лозунгом «Не хотим платить за ваш кризис». То есть, условно говоря, не мы этот кризис породили, не мы простые люди. Кризис породили, так сказать, правящие элиты, кризис породили элиты политические, экономические. И поэтому не мы должны за этот кризис расплачиваться. То есть, по сути, речь шла действительно о том, что вся вот эта вот неолиберальная система, она должна быть сломана. Но, опять-таки, а почему, понятно. Потому что ведь власти практически всех стран мира на этот кризис 2008 года ведь отреагировали одинаково. Что они стали делать? Они же не стали возвращаться к социальному государству. Они стали спасать банки, они стали спасать крупные концерны путём предоставления им займов или даже путём, так сказать, временного взятия в государственные руки за счёт тех же самых налогоплательщиков. А потом их опять приватизировали. Так сказать, это было предпринимателем. А населению было всё то же самое. Затянем по ту же пояса. Сокращение расходов на здравоохранение, сокращение расходов на образование. Ну, я думаю, это, в общем, всем нам достаточно хорошо знакомо, потому что у нас сейчас с вами происходит практически то же самое. Это всюду происходит то же самое. И отсюда вот эта реакция людей. Не хотим платить за ваш кризис. Пусть те, кто ответственен, пусть те, кто этот кризис создал, пусть они расплачиваются. А мы ни при чём. И началось это, началось, так сказать, это с первой, первой протест. Самое интересное, что вначале началось всё сначала, опять-таки, люди сначала пошли к традиционные свои институты, к те же самые профсоюзы. Но идёт наступление на наши трудовые права, да, продлевается рабочее время, сокращается заработная плата, урезается то, всё другое, десятое, двадцатое. Что нам делать? Профсоюзы. Где профсоюзы? Почему профсоюзы не борются? Тут выяснилось, что профсоюзные бюрократы за вот эти все годы, которые прошли со временем Второй мировой войны, просто отучились бороться вообще. Им это не нужно. Они привыкли сидеть в кабинетах, они привыкли договариваться со закрытыми дверями. К этому они привыкли, это они умеют замечать. Только вот незадача. Они уже в качестве партнёров такого рода не нужны, с ними уже не хотят договариваться. Их просто, так сказать, выкинули ногой, коленом под зад. И они в этой ситуации что должны делать? Для того, чтобы полностью не потерять членов и членские взносы, на которые они живут, как освобождённые работники, они должны, конечно, изображать из себя ревностных защитников интересов трудящихся. А как это сделать? А очень просто. Когда снизу требуют забастовки, нужно эти забастовки симулировать. И вот смотрите, что получается. Испания, Греция, Англия, Франция. Вот сейчас Франция. Всюду одно и то же. Италия. Профсоюзы готовы даже объявить всеобщие забастовки. Сколько эти забастовки являются? Один день, максимум два дня. Ну, в редких случаях 72 часа. Так вот, выясняется простая вещь. Нигде, ни в одной стране ничего такими способами добиться не удалось. По одной простой причине. Власть имущие правительства предпринимателей не боятся. Бастуете? Бастуете. Как отвечает греческое правительство? Причём любое греческое правительство. Правительство Сириза в этом плане якобы левое. Ничуть не лучше своих предыдущих правых предшественников. Даже хуже по некоторым показателям. Бастуйте. Мы всё равно не изменим нашу экономическую политику. Точка. То есть выяснилось, что вот эти вот бюрократические структуры, они совершенно не в состоянии, не хотят бы. А между прочим, кстати, бессрочная всеобщая забастовка, как, например, говорят те же анархосиндикалистские профсоюзы, это был бы тот метод, который вполне себе эффективно мог бы заставить власть имущих уступить. И когда профсоюзы оказываются достаточно радикальными для того, чтобы провести такую вещь, то власти идут на попятны. Достаточно вспомнить, например, всеобщие забастовки вот такого рода, бессрочные, в Боливии, например, в 2011-2012 году, или, скажем, всеобщую забастовку против либерализации цен на топливо в Нигерии, на бензин, топливо в Нигерии в 2013 году, власти пошли на уступки очень быстро. То есть вот так не начинаются. Этого боятся. Но профсоюзы, пожалуй, боятся их еще больше, чем сами власть имущие. Что же оставалось делать в этих условиях тем, кто был недоволен, кто решил встать на путь социального протеста? Традиционные формы не работают. И вот тут люди опять начали искать новые формы социального протеста. И вот так появились знаменитое испанское движение возмущенных на площади Пуэрто-даль-Соль, когда в 2011 году люди вышли на площадь, заняли ее, построили лагерь протеста, держались там две недели. Так возник знаменитый американский Окупай Уолл-стрит. И те лагеря, которые по примеру Окупай Уолл-стрит возникли в очень большом количестве стран мира. Они даже проводили всемирные акции в какие-то дни. Там что-то были в 90 городов, по-моему, были акции в какой-то день. Так возникли такие протестные движения, как, например, движение против повышения платы за проезд в городах Бразилии в 2013 году, когда миллион человек вышел на улицу. Так возникли, допустим, движения за социальную справедливость в Израиле в 2011 году, когда на улице, когда, значит, в борьбе за жилье на центральной площади Тель-Авива были разбиты палатки. В итоге, в конечном счёте, стали проводиться одна за другой массовые демонстрации. В последней из них приняло участие 500 тысяч человек. Это при 7 миллионном населении страны. Можете посчитать, что это такое. Так возникли, например, движения протеста в Боснии в 2014 году. То есть периодически снова и снова появляются движения такого типа. И эти движения все, для них для всех характерны некоторые общие черты, которые в значительной степени идут от тех же самых, являются продолжением все тех же самых движений, новых социальных движений, альтерглобалистского движения. То есть ассамблея, инициатива, максимальная независимость от политических партий, максимальная дебюрократизация, вплоть до того, что на Окупаях, например, и на движении возмущенных в Испании было запрещено вообще партийные символики, запрещены партийные флаги. Любые. Это принятие, повторяю, всех решений общим собранием. В этих лагерях функционировали общие собрания, именно они решали. Причем была создана организация, которая сама пресса официальная сравнила, например, с организацией анархистов. То есть ассамблея и специализированные группы по конкретным вопросам. В общем, группы ничего не решают, они просто глубоко прорабатывают те или иные темы. Потом они докладывают на общую ассамблею, ассамблея решает. Это идея перенесения движений протеста из этих лагерей потом в кварталы. Тоже далеко не всегда получалось, но идея была. Это, конечно же, движение защиты парка Гези, естественно, в Стамбуле, знаменитая, так сказать, Токсимская коммуна. Это все туда. Ассамблеи, инициативные группы, группы по конкретным темам и проблемам, дебюрократизация, отсутствие формальных лидеров, избрание спикеров, которые менялись и которые ничего не решали, а только представляли движение в каких-то разговорах, диалогах, диспутах. Это стремление распространиться на общество в целом и стремление противопоставить вот эту самоуправленческую альтернативу в кварталах и микроэнергиях. То есть эта ассамблея у них в лагере воспринималась как модель для общества в целом. Что они привнесли нового? В чем новость, в чем новизна вот этого этапа протестных движений? Новизна это, во-первых, то, что мобилизация происходит участников через интернет. Мы живем в век компьютерных технологий. Выяснилось, что вот эта вот самая интернет-мобилизация, она в значительной степени, она имеет свои плюсы и свои минусы, свои слабые стороны, свои сильные стороны по сравнению с традиционной мобилизацией через листовки, через агитацию, через отхождение из двери в дверь и так далее. Что же это за выгода? Что же это за плюсы? Ну, вы понимаете прекрасно, да, значит, во-первых, это свобода от цензуры чаще всего, это сравнительная безопасность, потому что это можно делать анонимно в большей степени, это больше охват аудитории, потому что одно дело, когда ты ходишь от двери к двери, другое дело, когда ты сразу на большую аудиторию что-то выбрасываешь, это возможность более детально и глубоко обсудить какие-то вещи, скажем, более четко спланировать акции, более четко, скажем, поговорить, найти какую-то общую платформу, договориться о чем-то, да, потому что, скажем, если вы собираетесь на какое-то разовое собрание, собрание это длится от сих до сих, скажем, там, два часа, три часа, а после этого люди отрубаются, просто-напросто ничего больше не могут, не слушают, не участвуют, да, а в интернете это можно сделать на какой-то платформе больше, дольше, возвращаться к этому, скажем, не один день и так далее, и так далее. Так сказать, вот эти вещи, они оказались достаточно гибкими, и, собственно, еще в период вот той же самой, вот этой вот самой, так называемой, жасминовой революции в Тунисе, когда свергали президента Бен-Али, это уже проявилось, тогда они два миллиона человек в какой-то момент даже собрали на этой своей платформе. Вот, и это с тех пор хорошо работало. Но выяснилось, что есть и минусы, потому что все-таки людям для того, чтобы что-то вместе делать, чтобы преодолеть вот это отчуждение, которое существует в современном обществе, им все-таки нужно общение с глаз в глаз, им нужно топос, да, им нужно место, где они могут собраться, где они могут, да, восстановить вот этот форум, восстановить агору, да, преодолеть вот эту агорофобию современного человека, когда, так сказать, люди практически разучаются друг с другом, общаться и договариваться друг с другом о каких-то совместных коллективных действиях. Поэтому ограниченность некая, да, поэтому недостаточно чисто только интернетных вот этих координаций. Отсюда и вот эта форма лагерей протеста, когда люди находили вот это место, находили этот топос, собирались там. Сама по себе эта традиция лагерей ведь тоже ими была не придумана. Ещё в рамках новых социальных движений существовало такое движение Reclaim the Street, да, когда люди, так сказать, захватывали на какое-то время какую-то улицу, да, или какой-то участок города, да, и проводили там какие-то свои мероприятия, культурные, политические или какие-то другие. То есть такое временное освобождённое пространство. И вот эта вот идея, она была заимствована, в том числе вот в современных протестных, новейших протестных движениях, и использована в виде вот таких вот самых лагерей протестов. Ну, так сказать, и совсем уж последнее про эти мировые движения, потом, так сказать, я несколько слов, конечно, всё-таки скажу о России, нельзя не сказать, хотя много говорить о России не буду, хотя бы просто потому, что здесь социальный протест у нас, к сожалению, всё-таки, конечно, очень не развит, да, по некоторым причинам. Так вот, последнее, пожалуй, что надо сказать вот об этих мировых движениях, то, что они, что это не есть просто движение против, да, в их рамках пытаются разработать вот эту вот самую альтернативную, да, нащупать вот эту альтернативную общественную модель. То есть чем заменить вот это существующее общество, бюрократическое, отчуждённое, да, где всё решается сверху, где люди не имеют права голоса по решению проблем, по решению проблем, которые их непосредственно касаются. Тут тоже, естественно, разные позиции, да. Кто-то говорит, что нужно восстановить социальное государство, как оно было когда-то, но это практически почти невозможно. Кто-то пытается создавать новые партии, как, например, Падемос в Испании, которая выросла из части движения 15 мая, движения возмущённых с площади Пуэрто-доль-Соль, да. А кто-то считает, что нужно идти, в общем-то, как-то по пути, предложенному вот тем самым Джоном Холлоуэю. То есть создавать как бы альтернативное, параллельное общество на основе новых принципов. И вот так, допустим, та же самая Греция покрыта фактически сетью вот таких вот самоуправляющихся инициатив. Предприятий, служб, медицинских учреждений, кооперативов, ассамблеи, которые периодически собираются в кварталах, интернет-кафе. То есть масса вот каких-то таких местных локальных проектов, которые построены на нейерархической вот такой ассамблярной основе. Ну, как бы, скажем, вы скажете, но они всегда были. Ну, во-первых, их количество увеличилось. Во-вторых, они начали соединяться в сети, так сказать, положив тем самым начало созданию каких-то альтернативных форм, которые, конечно, не могут еще далеко вытеснить существующие. Задача такая не ставится. Но они, по крайней мере, показывают возможность принципиальную нахождение вот таких вот альтернатив. Ну, в качестве другого примера. Допустим, в большинстве европейских стран, особенно в Испании, стало, например, расти количество кооперативов, кооперативов, когда люди просто-напросто, например, предприятия закрывающиеся, просто превращают в кооперативы. Или, например, устраивают снабженческие кооперативы, потребительские, или опять создают какие-то коммуны, или открывают общественные огороды, например, в том числе даже в городах, или на необрабатываемых землях. То есть существует масса вот такого рода всяких проектов, инициатив, которые, в общем, пытаются нащупать вот этот вот новый образ жизни, альтернативный, на основе вот тех самых новых альтернативных ценностей. Ну, то есть, в общем, с одной стороны, как видите, да, и что самое интересное, отчасти, в отличие от альтерглобализма, вот это, наверное, самое последнее, они вернулись вот к той самой идее новых социальных движений думать глобально, действовать локально. Потому что они-то действуют именно локально. Они не ориентируются на вот эти конфликты, на эти встречи семёрок, восьмёрок, двадцаток. Они именно, так сказать, борются вокруг конкретных проблем, именно из этих конкретных проблем, как они надеются, и должна будет вырасти социальная альтернатива. Ну, а теперь немножко о России. Дело в том, что в основном, так сказать, наиболее известные протесты в России, это протесты, конечно, как вы понимаете, прежде всего политические. То есть это белые ленты, болотное движение, движение против за честные выборы и так далее. Это движение именно не социальные протесты, а именно движение протестов политических. Именно в этом, на мой взгляд, их кардинальная слабость. Потому что, понимаете, какая штука получается. Вот вы обратите внимание на то, как это всё происходило. Москва, Питер, Нижний, да, но несколько ещё крупных городов, где на улице так или иначе выходило, ну, сравнительно значительное число населения, да, ну, чем дальше, тем меньше. Но, обратите внимание, так сказать, глубинка молчала, да, даже и в крупных городах, даже в Москве, где, в общем, были самые крупные акции, это тоже всё-таки было не большинство населения. Вы скажете, ну, вот это типа наша традиционная российская социальная пассивность. Ну, отчасти, наверное, да. Но, на мой взгляд, всё-таки, как, так сказать, исследователя, главная причина всё же не эта. А главная причина то, что, как бы, сами эти протесты, их тематика, их организаторы не затронули той струнки и той темы, которая могла бы действительно всковыхнуть в глубокие слои российского общества. Потому что, сосредоточившись только исключительно на политических темах, пойдя на то, что движение будет носить именно и чисто политический характер, и абсолютно проигнорировав в большинстве случаев социальные требования, движение фактически обрекло себя на изоляцию от основной массы населения, которая просто не воспринимала эту проблематику как важную лично для себя. Я это когда-то мог наблюдать в экологическом движении в начале 90-х годов, ещё сначала в Советском Союзе, потом в России. Когда экологическое движение, которое ещё в конце 80-х вдруг, так сказать, резко было на подъёме, было чуть ли не самым массовым социальным протестным движением в стране, вдруг в начале 90-х резко сошло на нет. Что произошло? Что, так сказать, люди перестали думать об экологии, Чернобыль куда-то делся, или загрязнение окружающей среды исчезло? Нет, конечно. Поизошла простая вещь. По мере того, как реальная повседневная жизнь человека ухудшалась, эта проблема не исчезала экологическая, она просто как бы в его сознании отступала на задний план. То есть она не воспринималась как непосредственная угроза сегодняшнего дня. Она, может быть, так сказать, висела как-то домокловым мечом, но человек в повседневной круговерте об этом домокловом мече обычно думает мало. Когда-нибудь будет время, я подумаю, а пока покушать что-то надо. Как-то вот концы с концами надо свести. И вот так, так сказать, происходило вытеснение экологической проблематики, социальной проблематики из сознания людей. Вот сейчас, так сказать, произошло нечто похожее. То есть основного обычного человека, массового, его интересовали повседневные проблемы. Социальное образование, медицина, нехватка денег, нехватка зарплаты, нехватка пенсии и так далее, так далее, так далее. Если бы протестное движение могло как-то соединить политические темы и социальные, возможно, ситуация развивалась бы иначе. Но оно этого не смогло, и возникает вопрос, хотело ли. То есть, конечно, то, что были активисты, которые хотели, вне всякого сомнения, я сам таких знаю, да. Но лидеры движения этого совершенно явно не хотели, совершенно чётливо. Более того, они даже неоднократно по этому поводу высказывались. И вот это и было той самой слабостью, которая в конечном счёте движение погубила. Ну, наряду с другими, конечно, проблемами, другими причинами. Да, там была и внутренняя борьба, и репрессии, и всё понемножку. Но, повторяю, это движение чисто политическое. И этим оно и осталось. И в этом была его слабость. А что же социальные-то протесты? Скажут, что в России при такой, в общем-то, катастрофической социальной ситуации никаких социальных протестов никогда не было? Были. Но всё дело именно в том, что, к сожалению, на сегодняшний момент их масштабы, их уровень, их накал, он совершенно неадекватен реальному состоянию этих проблем. То есть, казалось бы, да, при тех условиях, которые существуют, социальный протест должен быть массовым и колоссальным. Если люди во Франции протестуют против реформы трудового законодательства, вот так вот протестовали, как они протестуют сейчас, где, кстати, профсоюзы, Межпочинга, кстати, обещал рассказать, а не рассказал. Профсоюзы, движение... Всё, протесты закончились. Профсоюзы всё сдали. Они провели сейчас последнее. Они сначала объявили о паузе на каникулы и на отпуска. Потом сейчас в сентябре они провели ещё один очередной марш протеста, однодневную, якобы половинную забастовку. Поющие сказали, а больше мы протестов организовывать не будем. Всё. Теперь мы только будем юридическим путём. Хотя люди на улицах требовали продолжать. Всё. Это несмотря на то, что 70% по опросам против изменений, против этой самой трудовой реформы. Так вот, у нас, вот это вот, то, что сейчас во Франции делается, было сделано в 2002, что ли, году, когда был принят новый кодекс законов о труде. Я не помню никаких массовых протестов по этому поводу. То есть, казалось бы, да, здесь это должно было приобрести куда большие масштабы. Но нет. Причин много, конечно. Да, действительно, общая социальная пассивность. Действительно, общее разочарование, которое постигло людей в начале 90-х. Конечно, вот эти удары шоковой терапии. Все опыты, чувство обмана, когда, так сказать, люди, участники тех протестных движений конца 80-х, начала 90-х, почувствовали, что новая элита, правящая в союзе с которой, они отчасти вели борьбу последние годы, их обманул и бросила. Вот эти все вещи, конечно, вот эта фрустрация, она вся, конечно, она всё, конечно, повлияла. Но так или иначе, так сказать, уровень, тем не менее, намного ниже, чем он мог бы быть и должен был бы быть по всей логике. Тем не менее, это не значит, что ничего не было. Я просто перечислю какие-то отдельные протестные движения для того, чтобы вы имели общую картину, как это всё происходило и развивалось. Ну, где-то, скажем так, говорить о современном этапе протестных движений, социальных протестов в России можно, конечно, после поворота, то есть, конечно, после 91-го года. Значит, что это было? Ну, в начале то, что было, конечно, был полный шок. Общество распалось, общество рассыпалось. Люди оказались не способны бороться с, так сказать, с стремительным ростом тех же самых цен при мизерных зарплатах, даже путём таком, в общем-то, вроде как небоевых действий, как создание просто-напросто кооперативов потребительских, которые могли бы просто напрямую закупать продукции в деревне и за меньшие деньги продавать, скажем, своим членам, распространять себе свои члены. Даже на это, в основном, люди были неспособны. Я очень мало знаю таких примеров, таких кооперативов. Так что первой реакцией было шок. Потом постепенно что-то, так сказать, начало подниматься. Что это было? Ну, прежде всего, это были, конечно, выступления рабочих против закрытия их предприятий. Потому что как раз в это время происходила массовая, так сказать, массовая деиндустриализация, массовое закрытие предприятий, еще старых советских, как нерентабельных. Люди оказывались без работы или, так сказать, в каких-то минимальных доходах. Естественно, они пытались как-то оказывать огрызаться и как-то оказывать сопротивление этим процессам. Чаще всего, значит, приобретало это иногда достаточно странные черты. Ну, например, допустим, в некоторых случаях были даже забастовки в поддержку бывших старых красных директоров, которые, как считали рабочие, так сказать, могут спасти их от расхищения новыми собственниками, приватизации с последующим расхищением. Ну, потому что, как это происходило, я скажу, да. Значит, завод приватизировали за копейки, в основном по блату, по знакомству, по взяткам или, так сказать, каким-то другим способом. После чего новые собственники просто-напросто, значит, этот завод закрывали, а готовую продукцию, которая была на складах и оборудование, просто распродавали. После чего, так сказать, люди просто оставались без работы. И хорошо ещё, если это был какой-то большой город, где была какая-то альтернативная работа, а если это были городообразующие предприятия, каковых в России было огромное количество, то это был всё, да, конец. Конец людям полным. Значит, соответственно, вот были попытки как-то, так сказать, спасти вот эти предприятия, спасти, ну, фактически борьба за рабочие места, давайте так это будем называть, по сути дела. Чаще всего, значит, очень часто это приводило к вот таким странным вещам, как забастовкам, которые мы тогда называли корпоративными, то есть забастовка в поддержку того директора, хорошего директора против плохого директора. Этот директор спасёт, а этот директор распродаст и погубит. То есть мы поддержим вот этого директора. При этом, так сказать, формы действия могли быть достаточно активные. Тогда, значит, шумела достаточно сильно, так называемая история с Выборг, с целлюлозобумажным комбинатом в Выборге, где, значит, рабочие захватили завод и различные, значит, коммунистические, проще, так сказать, левые партии устраивали туда даже целые экскурсии посмотреть, вот вам завод, управляемый рабочими. Завод никакими рабочими не управлялся. Значит, наши товарищи туда уже поехали посмотреть. Все говорят, надо посмотреть, что там делается. Поехали посмотреть, никакого управления рабочими там не было. Там, так сказать, выбранный директор, которому доверяли, который, естественно, держал всё. На самом деле, он представлял конкурирующую группировка мафии, между ними, так сказать, там и сводили счёты. Хотя всё это внешне, так сказать, подавалось чуть ли не как рабочее самоуправление. Это было, в общем, не особенно интересно. Но именно вот на тот период, то есть 98-99 год, приходится, наверное, самое интересное протестное выступление рабочих в истории современной России. Значит, о нём сейчас очень мало кто помнит, да, значит, очень далёкое время, но это было, в общем, наверное, уникальное выступление, подобных которому не было ни до того, ни после того. Значит, дело было в небольшом городке Тульской области, городе Ясногорске. Извините, пожалуйста, вы очень честно, что вы это узнете. Час назад я только могу на самом деле. Можно я вам... Давайте. Как вы меняете перспективу нашей страны? Сейчас вы специально платите? Перспектива проста. Пока мы, люди внизу, не научимся драться за наши повседневные права, против чиновничьего произвола, против произвола начальника и так далее, и так далее. У нас не изменится ничего. Потому что начинать надо вот в этом плане с малого. Потому что очень легко, ну как, знаете, Бог далеко, царь высоко. Легко воевать с царём, который где-то высоко-высоко-высоко, а воевать со собственным начальником, на самом деле, куда как трудно. Я сейчас спрашиваю вас на каком-то делом. То есть я не имею в конструкции, что нужно, а политолог как политолог. Что дальше будет? Прогноз, что я... Нет, ну давайте так, я политолог, но не футуролог. То есть я не строю, так сказать, я не строю футурологические прогнозы. Значит, могу вам сказать следующее? Нет, ну давайте так, из тех тенденций, которые есть сейчас, наиболее, ну как, к сожалению, я сразу говорю, мне не нравится эта перспектива. К сожалению, я ожидаю тихую агонию. С возможными какими-то подвижками на самом верху, связанными с внутренними играми, с внутренней борьбой за власть. Но это ничего же не изменит, потому что ни у кого, ни у одной политической силы сейчас нет какой-то реально альтернативной концепции. Нет. Все практически предлагают одно и то. Я не имею в виду сейчас чисто политическую сферу, я не имею в виду сферу организации власти, не имею в виду сферу гражданских прав. Это само собой, это понятно. Это я даже сейчас не обсуждаю, с этим все ясно. Я имею в виду стратегически. То есть на самом деле, если бы хотя бы, так сказать, наша власть, тогда, когда была высокая цена на нефть, хотя бы немножко своей головой что-то подумала. Подумала не только о своем кармане, о кармане властимущих, чиновников, приближенных к кормушкам и прочей, прочей. О том, что нужно как-то диверсифицировать экономику, что нужно как-то развивать отрасль, что нельзя сидеть на нефтяной и газовой игле, что нельзя так зависеть от вот этих вот падений. Мы-то теперь четко уже совершенно видим, что это, так сказать, некоторое экономическое оздоровление начала 2000-х, это не было структурное оздоровление. Это было просто использование благоприятной нефтяной и газовой конъюнктуры, не более. Вот тогда можно было что-то попробовать. Но вы же понимаете, что это означает? Капитал овложения. Кто-то должен был давать на это деньги, кто-то должен был в это вкладываться. Кто? Некому. Вот мы сидим там, где сидим. Что будет? Завтра нефть подскочит до 100 долларов за баррель? Не думаю. И самое интересное, что даже если она подскочит, они же никаких уроков не извлекли. Они их вообще не в состоянии извлекать. Но у Лукашетовского ситуации на данный момент это неизвестное дело. То есть Кутин и останется до тех пор, пока он не будет. Ну хорошо, но не он. Ну не он. Не знаю. Не знаю. Что выгоднее? Они, видимо, сейчас наверху сидят думают, что им выгоднее. Как им лучше сделать? Как им это лучше разыграть? Были несколько... Ну как, кстати говоря, и в предыдущий раз. Было несколько вариантов. Был, скажем, вариант, кто будет заместителем президента на время, когда пока Путин будет премьером. Кто-то пытался разыграть вариант с некоторые люди, вариант с Ельцином. То есть уходи, мы тебе обеспечим иммунитет. Как только об этом услышали, я не продолжаю. Ладно. Вот, значит, ну, возвращаясь к российским реалиям, я буду называть некоторые знаковые события или знаковые вещи. Это всё можно найти потом будет в интернете более подробно. Я вам просто выстрою некоторую, так сказать, некоторую лестницу, некоторую схему. Итак, Ясногорск. Запомните. Значит, Ясногорский мышностроительный завод ЯМЗ. Что там было? Что было самое интересное? Рабочие реально захватили завод и поставили его под управление общего собрания трудового коллектива. Реально. То есть это было один раз, по крайней мере, в истории современной России. Этот эксперимент продолжался полгода. Полгода вот это общее собрание управляло заводом. Завод, правда, не работал. Значит, они пытались сохранить рабочие места, спасти завод от приватизации. Началось тоже с конфликта вокруг директора, но потом, быстро вышло за эти рамки, переросло спасение завода. Значит, что они делали? Они, значит, завод контролировало рабочее ополчение, то есть они выходили, так сказать, этот завод охранять, чтобы его не захватили, так сказать, братки, конкурирующая группировка мафии и не распродала оборудование. Самое главное, они охраняли по очереди, значит, как положено, Красная Гвардия, да, как хотите. Естественно, так это не называлось. Собственно, жили они за счет, во-первых, того, что они продавали эту готовую продукцию, которая еще была на складе, им пытались помешать это делать, но они тем не менее это делали, и выживали за счет огородов, да, ну и кто-то ездил подрабатывать немножко в Москву, благо, так сказать, было не очень далеко. Так сказать, вот так они продержались полгода, да, к сожалению, мы туда ездили, люди из моей группы, мы принимали достаточно активное участие в организации компании Солидарности, и вот это, так сказать, ну если, как бы, скажем так, существование нашей маленькой группы себя хоть как-то вообще оправдывает, то я считаю, что вот то, что мы помогали Ясногорску, самому вообще продвинутому радикальному трудовому конфликту в истории современной России, это, в общем, наверное, наше оправдание перед историей, потому что мы действительно им очень хорошо помогали, и средства собирали, и международную компанию Солидарности организовывали, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, в общем, короче, они продержались полгода до тех пор, пока не начала, конечно, сказываться усталость, потому что они должны были идти дальше, да, вот на том уровне, на котором они застряли, так было нельзя, нужно было, так сказать, либо возобновлять производство и работать как самоуправляющиеся предприятия, а нужно было, да, либо нужно было расширять движение на город в целом, мы, собственно, помогали им сдавать бюллетень для этого, который распространялся в городе, то есть они давали материалы, мы просто печатали, привозили, ничего своего вообще туда не давали, вот, значит, можно было пытаться расширить это на какие-то другие предприятия, вот, но самое главное, конечно, они должны были найти какой-то источник заработков, потому что они не могли дольше так существовать, да, для этого надо было либо запускать завод, либо мы даже предложили создать кооператив, чтобы, значит, по очереди ездить продавать, скажем, крупные города, вот эту вот самую сельскохозяйственную продукцию, которую они выращивали, да, там у себя на участках, то есть на самом деле они говорят, мы, к сожалению, мы чувствуем себя вместе только на заводе, а уходя с завода, опять у нас каждый сам по себе, к сожалению, вот вам, так сказать, проблема, да, отчуждения индустриального. Так вот, естественно, сколько усталость начала сказываться, повторяю еще раз, люди все менее и меньше стали ходить на общие собрания, под конец уже этот самый, так сказать, их как бы лидер, да, неформальный лидер, уже слышал, как он выступает, вы думаете, я хочу быть лидером, это что только мне надо, это всем надо, почему я вот один должен за всех вас, типа, все это делать, да, вот такая вот ситуация. Короче говоря, в общем, кончилось тем, что, поскольку все это стало уже совсем малочисленным, они, в общем, конечно, пошли на компромисс, то есть завод они, завод перешел-таки к новым собственникам, но завод они спасли все-таки, хотя основные, как бы, организаторы, вдохновители этой самой забастовки, конечно, их оттуда потихонечку с завода вытравили, да, тем не менее, эксперимент такой был и опыт такой был, но, а что касается, так сказать, уже более современных нам вещей в 2000-х годах, ну что ж, пожалуйста, да, первый, наверное, крупный, действительно реальный социальный протест, это знаменитый протест пенсионеров, это 2005-й год, да, когда власти совершенно перепугались абсолютно, ну, против так называемой монетизации льгот, да, знаете, что это такое, вот, власти перепугались до полусмерти, потому что они не ожидали ничего подобного, они привыкли, что люди молчат и не реагируют на какие-то, так сказать, социальные протестные выступления, то есть не реагируют на какие-то, так сказать, социальные проблемы с помощью протестных выступлений, а тут вдруг неожиданно, стихийно, на улице вышли тысячи городов, тысячи людей, почему они кое-кде-то, так сказать, просто вступали в столкновение с милицией, как, например, в Москве, партии пытались это оседлать, та же самая КПРФ в России, но в Москве, но не очень получилось, да, кстати, по поводу КПРФ, вот, если кто-то будет говорить, что КПРФ альтернатива, губернатор, Тульская область в момент забастовки в Весногорске входила в красный пояс, вот так, на всякий случай, вот так, так что политика, которую проводили красные, губернаторы, была ничуть не лучше политики, которую проводили белые губернаторы, ну ладно, КПРФ пыталась примазаться к этому самому движению пенсионеров, не очень получилось, но самое интересное, что власти испугались, действительно, и в тех городах, где движение было наиболее крупным, массовым и активным, значит, они пошли на уступки, значит, это вот такое, типа, разделяя властвы, там, где движение было более слабое, они свою монетизацию оставили, там, где оно было сильнее, они ее либо отложили, скажем, насколько я помню, в Екатеринбурге ее ввели только потом несколько лет спустя, постепенно, когда все улеглось и утихомирилось, а в Москве, скажем, остатки есть до сих пор, то есть в Москве для пенсионеров до сих пор сохранился бесплатный транспорт, бесплатный проезд на транспорт, причем самое интересное, что до прошлого года для подмосковных пенсионеров тоже сохранялся бесплатный проезд на московском транспорте, в прошлом году это отменили, то есть, единым разом лишив бесплатного проезда 2 миллиона человек, крупных актов социального протеста не было. Были маленькие кое-какие пикетики максимум. Знаем, потому что сами на них ходили поддерживать. Тем не менее, это движение вдохнуло некоторый такой импульс, некоторую даже надежду, оживило общество, оживило социум. Из-за этим последовало в 2006, 2007, 2008 году, по крайней мере в Москве, но я знаю, что это было и в других городах, движение против так называемой точечной застройки. Это довольно реальная проблема. Она была чаще всего с тем, что земля дорогая, поэтому строительные фирмы, которые например, в Москве, допустим, больше всего чаще всего были связаны со строительной мафией, причём это не бла-бла-бла, это совершенно серьёзно, потому что мы тогда пытались за несколько лет до этого работать с рабочими мигрантами, которые работали на московских стройках. Пытались, так сказать, как-то призывать их создавать независимый профсоюз, что-то в этом духе, какую-то ассоциацию. И, в общем, нам рассказывали, конечно, страшные вещи, то есть нам рассказывали, как начальство гнобит людей, которые пытаются возмущаться, вплоть до того, что некоторые люди просто исчезали. То есть мы спрашивали, ну что, в смысле, их высылали домой, в другие республики, откуда они приехали, они говорят, нет, но это дело, что обратно они не вернулись. То есть я ничего не хочу сказать, понимаете, никаких доказательств у меня нет. Но потом то, как, так сказать, те же самые строительные фирмы использовали братков, например, против протестующих, вот это тоже как бы отдельная история, тоже мы всё это видели, да, так сказать, на своей шкуре, что называется, почувствовать. То есть, строго говоря, тем не менее, несмотря на то, что вот такая серьёзная сила стояла, так сказать, и московские власти бы, естественно, покровить история, тем не менее, началось довольно активное социальное движение, небольшое. Это были, ну, может быть, всего несколько тысяч на такой огромный город, как Москва. И в основном это были, конечно, не движения, которые захватывали целые микрорайоны или кварталы, но это были движения, которые захватывали вот эти конкретные точечные дома, да, по соседству с которыми возводились там то ли, так сказать, какие-то новые люксусные здания с коммерческим жильём, то ли какие-то торговые центры, то ли ещё что-то такое же, да, от чего, например, допустим, в этих домах, которые уже стояли, могло быть, ну, или ликвидировать детские садики, в этих домах, которые уже стояли, скажем, могло, люди просто могли уже не видеть солнца настолько близко к ним стоял вот этот, так сказать, новый гигант, который возводили, да, или, скажем, торговый центр на месте парка, ну и так далее, так далее, всё это, как мне, всем очень хорошо знакомо, это во всех городах одно и то же, вот. Так вот, тем не менее, значит, стали возникать инициативные группы, эти инициативные группы стали просто оказывать реальное физическое сопротивление стройкам, то есть То есть они блокировали стройки, не давали проезжать туда технику. Против них, или, например, даже иногда забор валили, и такое бывало. Врывались на стройплощадку, пытались эту стройплощадку занять, откуда их потом силой выдворяли. Всяко было, и в воздух стреляли. И мафию на протестующих сбрасывали, которая просто била собравшихся. Был создан координационный совет, который объединял эти разные инициативы. Всё бы, в общем, ничего. Но, во-первых, всё-таки количество участников было, конечно, достаточно маленьким. Это были далеко даже не все жители этих самых домов, а в основном те, кто имел время и силы принимать участие в подобных протестах. Это в основном были либо пожилые люди, либо совсем молодые ребята, либо политические активисты, которые приходили на помощь. К сожалению, достаточно плохо была налажена взаимопомощь, хотя постоянно к этому были призывы. То есть постоянно говорилось о том, что надо бы создать какую-то летучую группу быстрого реагирования, которая бы состояла из жителей из разных районов, которая могла бы просто приходить на помощь в случае, когда на конкретной стройке возникает проблема. К сожалению, не получалось. То есть в основном на помощь приходили политические активисты или анархисты, или молодёжь. Либо политические партии, которые начали потихонечку внедряться, и потихонечку этот координационный совет прибрали к своим рукам. Но людей, как ни удивительно, спас кризис 2008 года, потому что тогда многие строительные компании либо лопнули, либо резко свернули деятельность. Несколько лет Москва получила в этом плане передышку. Сейчас всё опять началось сначала. Сейчас опять какие-то ходят разговоры о том, что надо бы, надо бы, надо бы, но пока большой подвижки в этом плане я, честно говоря, не вижу. Зато есть другое. Сейчас, так сказать, пожалуй, самая главная тема социальных конфликтов в Москве. Были, конечно, там разные небольшие протесты, но совсем маленькие. Протесты, скажем, преподавателей, протесты вузовских работников против реорганизации вузов и политики в сфере образования. Митинги, скажем, защиты медицины, которые иногда даже собирали по несколько тысяч человек. Но опять-таки, что такое несколько тысяч человек для города Москва? Ничего, считайте. То есть, опять-таки, ходили мы на эти митинги тоже. Ну, обычно ничем это не кончалось. Покричали, покричали, разошлись, всё и дальше продолжалось в том же время. Пикеты пытались проводить, так сказать, соответственно, перед образовательными учреждениями, министерствами, службами, да, перед медицинскими учреждениями. Где-то в каких-то районах жители на местах пытались защищать больницы, которые закрывали, потому что закрытие больницы, поликлиник, приобрело совершенно массовый характер. А землю эту потом, так сказать, просто очень часто продают под коммерческую застройку. Да, или под какие-то гостиницы. Но, тем не менее, это всё совсем крошечные, совсем маленькие вещи. И сейчас, так сказать, опять-таки, несколько, скорее, даже заглохшие. За то, что есть сейчас. Сейчас есть движение в защиту, так сказать, общественных пространств, да, как сказали бы западные социологи, в защиту коммунс, да, то есть общих, общих территорий. То есть это, прежде всего, конечно, парки. Идёт борьба в защиту парков. Парки в Москве расхищают по самым разным поводам и под самым разным соусом. Где-то под соусом того, что там строят церковь, да, в Москве существует пресловутая программа 200 храмов шаговой доступности. То есть должны быть построены 200 новых, 200 новоделов. Вот, причём самое интересное, да, что масса старинных церквей, там, 17 века, да, они лежат в полуруинах. На то, чтобы их ремонтировать, денег нет. А на то, чтобы строить вот эти вот часовни, я даже не знаю, что это такое, я даже как их назвать даже не знаю. Вот, на это деньги находятся, да. Причём церковь это делает вместе, естественно, с московскими властями, потому что программа это московских властей. И, естественно, так сказать, очень сильное подозрение, что тут дело не только во внедрении, так сказать, религии, но ещё и в том, что таким образом отмывают хорошие-хорошие деньги. Во всяком случае, так сказать, очень часто бывает, что когда пытаются, вот, например, есть такой в Москве, на севере Москвы парк Торфянка, такое сейчас символическое место, вот там уже целый год по этому поводу идёт борьба. Там жители просто, это единственный парк в районе, жители просто не хотят, чтобы у них там строили церковь. Уже дали другое место, ряд, так сказать, неподалёку. Уже там строится церковь. Всё равно не хотят, так сказать, это место отдавать. Так сказать, местный какой-то приход, который мобилизует на помощь каких-то очень странных людей в спортивных костюмах. И, так сказать, есть такое в Москве движение 40 сороков. Это, значит, что-то такое, какие-то такие православные фундаменталисты или черносотицы, что-то вообще поменьше, что-то такое. Странные, в общем, ну какие-то совершенно подвинутые люди. Вот, и они, так сказать, активно приезжают, устраивают там, значит, они огородили кусок, захватили кусок парка, поставили там свои, значит, палаты, вагончики, крест. И теперь, значит, хотя срок земли истёк, они не хотят оттуда уходить. Они говорят, а мы отсюда не можем уйти, тут сохраняется наше имущество. Так сказать, жители апеллируют как-то к властям, говорят, что ну извините, всё уже, да, ну проехали, уже и новая церковь строится, уже и срок аренды земли, уже всё решено. Нет, воссыны не там. Срок аренды закончился в начале августа. Всё продолжается. Значит, ну или, например, другие, допустим, но не обязательно будет церковь, да, вот такие вот вещи. Например, в другом месте на северо-западе Москвы, там в Большом парке строят стадион для кого-то, для кого непонятно, рядом есть стадион. Строго говоря, кто будет использовать этот стадион, непонятно. Вообще сначала говорили, что это будет не стадион, а коммерческая гостиница. Потом московские власти сказали, что нет, всё-таки стадион, хотя, опять-таки, непонятно для кого. Разговор шёл, что для какой-то школы. Как выяснилось, школа этот стадион давно имеет. В общем, там идёт перетягивание каната. Пока идёт перетягивание каната, и вроде как принимаются даже решения о том, что всё-всё-всё, тем не менее, вся эта территория уже загажена, испорчена, выкорчевана. В общем, я видел фотографии, достаточно мрачное зрелище. Таких точек очень много. В Московской области усадьба Кускова, историческая усадьба XVIII века, через которую сейчас прокладывается хорда, так называемая северо-восточная хорда, новое огромное шоссе. Очень похожая была история с Химкинским лесом. Вот что-то вот такое, немножко в таком же духе. Самое интересное, ещё говорят, что проезд по этой хорде будет ещё и платным, ещё будет дорога платного проезда. Вот, значит, лично господин Мединский подписал разрешение часть территории этого парка срыть для того, чтобы пустить через неё эту самую хорду. Ну, жители опять-таки что-то пытаются делать. Сейчас, вроде, когда же создан координационный совет, куда входят представители вот этих вот самых местных инициатив. Ну, иногда это интересно. Ну, ездили мы несколько раз на Торфянку, тоже помогали, смотрели, что там делается. Тоже интересно, потому что жители пытались, так сказать, воспротивиться застройке, что называется, чисто вот так, да. То есть они просто выходили, что-то своими телами, заполняли этот парк, не давали, например, подойти к этой стройплощадке, не пускали туда технику, цеплялись за руки. Ну, то есть, в общем, всё там было, на самом деле. Потом они там, значит, разбили палатки и установили, значит, круглосуточное дежурство. Полиция приходила, эти палатки оттуда вышвыривала. Был даже принят специальный закон о запрете устанавливать палатки в парках. Вот в Москве такой закон действует. Не знаю, общероссийский ли он. Вот вы узнаете на всякий случай. Может, вам когда пригодится. Короче говоря, значит, вот так. То есть их оттуда выгоняли. Они, значит, вместо палаток просто ставили, значит, кресла пластмассовые. Эти кресла тоже вышвыривали. Они, значит, кресла под зонтиком поставят. Говорят, а что, нельзя отдыхать, что в собственном парке? Вот. Ну, то есть, в общем, чего там только, на самом деле, не было. Ну, вот, повторяю, проблема пока продолжается. Но, конечно, позитив в любом случае то, что, как люди потом сами писали в Фейсбуке, во-первых, мы познакомились друг с другом. Мы стали общаться, мы стали вместе обсуждать какие-то темы, в том числе связанные с нашей жизнью. А она даже написала, я вспомнила, как я когда-то читала взаимопомощь Кропоткина, я когда-то, типа, над этим посмеивалась, а теперь я вижу, как оно бывает. При том, что она не анархистка никакая, она самая обычная женщина. Мы даже, так сказать, ей никаких, ничего даже не стали подкидывать, потому что зачем? В общем, вот так пока на сегодняшний момент, понимаете? То есть, проблем масса, степень, как бы, общественной реакции минимальна. Ну, что далеко ходить? Вот вам пример, да? Пожалуй, на этом примере я закончу, чтобы, как говорится, почувствовать разницу. Две олимпиады. Олимпиада в Сочи и олимпиада в Бразилии сейчас, в Рио. В Бразилии этой олимпиаде предшествовали протесты против её проведения, которые продолжались год, наверное, если не боюсь и считать, так сказать, с предшествующими протестами против проведения чемпионата мира по футболу, то ещё больше, с 2013 года. Три года. Аргумент был простой. Извините, у нас в стране не хватает денег на образование, у нас в стране не хватает денег на медицину, у нас в стране полстраны живёт в фавелах, в трущобах, у нас в стране общественный транспорт в городах в совершенно разрушенном состоянии, и в этой ситуации вы выбрасываете десятки миллиардов на эти шоу, мы не имеем права себе этого позволить. Протесты шли по всей стране, до самой Олимпиады буквально. Олимпиада в Сочи. Я не знаю, не помню ни одного протеста против Олимпиады. Хотя на самом деле ситуация была похожая. Бюджет потратил на эту Олимпиаду огромные деньги. Расходы на образование сокращаются который год подряд. Расходы на медицину тоже. При том, что я вам скажу следующее, не надо ссылаться на кризис 2008 года. Они начали это делать гораздо раньше. Когда говорят, какую политику проводят наши власти, ответ очень простой. В экономике это неолиберальная политика. Без всякого сомнения. Ни о каком восстановлении социального государства советского периода речь не идёт. Те, кто пытается это там найти, они просто наивные люди. Дого нет. Это самый обычный классический неолиберализм, причём в очень жёстком таком виде. Но вот социальные протесты – большой знак вопроса. И вот давайте на этом большом знаке вопроса я, наверное, свою уже чересчур затянувшуюся лекцию закончу. Единственное, что я скажу, вот в этой книге есть такая книжка, я её оставлю, и в ней можно тоже кое-что найти. И про современные социальные протестные движения в мире, и про Окупай, и про движения Пуэрто-дель-Соль, движения размещенных, и про протесты в Бразилии, и про площадь Гизи, про площадь Токсима, парк Гизи, и всё прочее, прочее, прочее. Рекомендую. В остальном, пожалуйста, я говорю, можно скачать какие-то вещи из интернета, в том числе мои книжки. Ну и вообще просто посмотрите, например, сайт нашей группы, на которой, например, и про Ясногорск есть, и про какие-то другие прочие социальные протесты. Вообще рекомендую, потому что мы стараемся социальные, именно вот не политические, а социальные протесты, которые в мире происходят, мы стараемся мониторить, и так или иначе как-то освещать, даже переводя большое количество иностранных материалов. Сайт наш называется aitrus.info.